Доброго времени суток. Дорогие телезрители, национальная вещательная компания Саха начинает прямую трансляцию со стадиона Амга Олимп, где у нас стартовали соревнования по легкой атлетике седьмых спортивных игр народов республики Саха и Якутия. Дорогие друзья, всех поздравляем вас с началом этого большого масштабного красочного праздника спорта и мы с вами сегодня сфокусируем все свое внимание на беговые дорожки. Сегодня нас ждут очень захватывающие соревнования в пяти дистанциях, а также в состязании по прыжкам. За всем происходящим на арене будем наблюдать вместе с вами мы, я Власий Сергеев и Николай Байкинов. Доброе утро, любители легкой атлетики. Начинаем репортаж соревнований, первого дня соревнований по легкой атлетике. В 9 часов начинались финальные забеги женщин на 5000 метров. К сожалению, эфирное время началось в 9.25, поэтому мы не показали. Многие зрители по всей республике ждали, наверное, матча реванша, можно сказать, Наталья Леонтьева и Сардана Трофимова. К сожалению, Наталья Леонтьева не присутствует на этих соревнованиях и в гордом одиночестве Сардана Трофимова выиграла финальный забег на 5000 метров. Второй пришла к финишу Надежда Сергеева-Бут с Ангинского волоса. Остальные результаты мы сообщим в скором времени. Сейчас будет в 9.25, начинается финальный забег бега на 10 тысяч метров среди мужчин. По результатам чемпионата республики 14 лучших результатов. Спортсмены, которые заняли первые 14 мест, они сейчас будут разыгрывать между собой и тоже будут победителем этих спортивных игр. Итак, мы ожидаем, ну, здесь как бы явным фаворитом является Артур Бурцев, Лус-Алданский Лус, сам он живет в Санкт-Петербурге, выиграл недавно чемпионат республики с огромным отрывом. Мы посмотрим, дорожка покажет. На отборочных соревнованиях, которые прошли в рамках чемпионата республики Саха-Якутия, в Якутске в начале июня Артур Бурцев как раз-таки показал лучшее время, а именно 32 минуты 13,82 секунды. Будет очень интересно посмотреть, как же сложится сегодня. Вот он на ваших экранах, номер 48, темнокожий спортсмен. Ну и надо отметить то, что погода очень хорошая для спортсменов, прохладная погода пока что у нас сегодня стоит в Амге. И я думаю, что для спортсменов это очень и очень хорошо, тем более для тех спортсменов, которые бегут от длинной дистанции. Итак, дается команда на старт. И стартовал у нас финальный забег в дистанции на 10 тысяч метров. Всего спортсмена будет бежать 25 кругов. Стадион один круг 400 метров. И им предстоит бежать 25 кругов. Ну сейчас тактическая борьба, наверное, может идти. Многие могут быть спортсмены ориентированы на то, чтобы бороться за вторые места. Наверное, они думают, что уже Артур Бурцев как бы безоговорочно выиграет эти старты. Ему предстоит еще и бежать потом полторы тысячи. Но те, которые стартуют сегодня 10 тысяч метров, они послезавтра, 6 числа, будут бежать в марафон. Поэтому, может быть, какие-то тактические. Ну, посмотрим. Сейчас пока лидирует Артур Бурцев. За ним бежит Алексей Кардашевский, Терафинский улоз. Николай Капылин. Вячеслав Громов. Он много раз становился президентом таких игр, как спортивные игры. Пятым бежит Альберт Варламов. Шестым Василий Исаков. Ну, пока бег идет, как бы, первый куб, пробежали минуту 18. Это не так быстро. Сначала посмотрим. Будем следить за тем, как же у нас меняется группа лидеров, которые у нас возглавляет в настоящий момент Артур Бурцев. Ну, и, я думаю, вот в начале, да, нашей трансляции вы все прекрасно видели, что за стадион у нас красавец, Анга Олимп. Новый объект, который возведен специально для проведения седьмых спортивных игр народов республики. Стадион вмещает в себя 3000 зрителей. Согласитесь, очень большая, красивая и просторная арена. Кстати, на этой арене сегодня вечером в 20.00 у нас состоится торжественная церемония открытия игр. Так что всех любителей спорта мы приглашаем за телевизор. Вечером включайте наши телеканалы, смотрите открытия. Ну, а для жителей и гостей Тамги мы хотели обратиться с приглашением, как раз таки, в этот стадион. И стадион напоминает мне как бы стадион Берлина. Берлин тоже имеет такое покрытие, но синего цвета. Это единственный стадион пока нашей республики. Посмотрим, как будут показаны результаты. Ну, я вам скажу, что покрытия стадиона бывают разные. Какое-то покрытие очень хорошо подходит для спринтерского бега, какое-то покрытие идет и стаевскому бегу. Надеюсь, посмотрим, сами спортсмены потом расскажут, как им было удобно бежать на такое покрытие, как тяжело было, жестко или мягко. А если говорить именно об этом покрытии, о синем, по вашему мнению, для чего лучше подходит? Я сам не эксперт на этой области. Нет очень много знаменитностей, поэтому я не могу ничего такого сказать. Но посмотрим, как результаты. Пообщаемся со спортсменами, да, по итогам забегов? Ну, сейчас пока идет тактическая борьба, никто не хочет брать особо темп такой. Может кто-то сохраняет силы для последующих стартов. Пока. На скором времени, я думаю, начнется вот именно настоящая борьба. Уже во второй половине уже кто-то будет начинать уже бежать на мастер. Вот если возвращаться, да, к предыдущему забегу на 5000 метров среди женщин, вот там у нас ситуация совсеменная была, вот прямо с первых кругов. Сардана Трофимова вышла вперед. У нас была группа лидеров из двух спортсменок. Ну и по ходу дистанции Сардана все улучшало свое преимущество. Итак, мы даем информацию по женщинам 5000 метров финальной забега. Первое место заняла Трофимова Сардана в Верхнем Лиде, результат 16 минут 31,36 сотых. Второе место Сергеева будет Надежда, Амгинский луз, 16,58,86. И третье место Борисова и Изабелла, Намский луз, 18,00,26 сотых. Ну и результаты, вот вы смотрите, если кто следит за легкой атлетикой, Верхнем Лиде был побит рекорд Республики, тогда он был равен 15 минут 48,20 сотых. Бежала это, естественно, выиграла Сардан. Ну и естественно, тогда был какой-то спорный такой момент, тоже выиграет. Леонтьева Наталья тогда, она в том году выиграла чемпионат России, именно беги на 5000 метров, и многие рассказывали упорную борьбу. Но Сардана Трофимова с самого первого шага начала бег в таком темпе, что выиграла в конце, и она установила рекорд 15,48,20. А сейчас вот 16,31, сейчас тактическая борьба, и сейчас, к сожалению, Наталья Леонтьевна отсутствует, поэтому, а мы многие ожидали, наверное, здесь, именно этой матче реванша, можно сказать. Ну, действительно, я думаю, все любители спорта, не только легкой атлетики, с большим интересом бы наблюдали за таким зрелищем, да, Сардана Трофимова против Леонтьевой. Ну и Сардана Трофимова в этом году выиграла третий раз, стала чемпионкой России по марафонскому бегу. Если лет 10 назад или 20, вот мне бы говорили, когда-нибудь появится такая бегунья, или которая выиграет чемпионат России, это я бы тогда не верил, но сейчас уже это фактически есть. И мы правы гордиться такой спортсменкой, мастер спорта международного класса. К сожалению, она не выступала на Олимпийских играх в Джиннере в связи с санкциями, в связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики был отчислен в Международной федерации легкой атлетики. Поэтому единственная спортсменка, которая в России выступала, это по прыжкам, то, что она живет в Соединенных Штатах, и она только имела право выступать на этих играх. Посмотрим, что будет в Токио через год, не знаю, но, может быть, дадут какие-то работы, идут для этого. Хотелось бы, да, конечно, видеть российских спортсменов, выступающих под своим флагом, слушающих после побед свой гимн, и в том числе, конечно же, Сардана Трофимова. Да, это было бы здорово. И как раз-таки вот совсем недавно, да, вот, средства массовой информации сообщали о том, что данный вопрос с проблемой Всероссийской федерации легкой атлетики может быть решен в начале сентября, где состоится заседание, по итогам которого членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации может быть восстановлено. По крайней мере, министр спорта России господин Павел Колобков сказал, что ВФЛА готова к восстановлению. Будем ждать и надеяться, и, конечно же, мы ждем решения этой неоднозначной ситуации. В этом забеге присутствует Алексей Кардышевский. Он 10 лет назад на спорта Кенде Монтяра в Вилиске выиграл именно эту дистанцию, 10 тысяч метров. Здесь же присутствует Вячеслав Громов, многоопытный спортсмен. Он становился неоднократно вторым призером и спортивных игр, и спорта Кенде Монтяра, очень опытный. Недавно только вернулся со сборов с Кисловодска. Многие спортсмены с Тайрой сейчас ездят на сборы, и Кисловодск, и Кириллитию повышают свою спортивную готовность. Сейчас лидирует Артур Бурцев, за ним Николай Копырин, затем идет Вячеслав Громов. С первых десятков метров дистанции Артур Бурцев продолжает удерживать лидерство в забеге. И, как мы уже предсказывали, с середины дистанции начнется по-настоящему жаркая борьба. Да, и, ну, если говорить о самих играх, да, о седьмых играх, долгожданный старт, очень волнительный момент у нас. В прошлом году должны были игры проводиться, но в связи с «Водным песнем» было решено перенести игры на один год, и, я думаю, это пошло всем на пользу спортсменам. Да, некоторые, которые в прошлом году не были готовы, они, как бы, с радостью, ну, может быть, с радостью, может, кому-то дался шанс подготовиться более серьезно к этим играм, и они здесь уже выступают. Тот же Алексей Кардышевский, он, как бы, приостановил свое активное выступление, и сейчас уже вот в числе участников здесь выступает, выступает неплохо. На чемпионате республики он становился бронзовым призером, посмотрим. Ну, и для организаторов, конечно же, было больше времени, они устранили, да, все вот последствия наводнения, а потом уже вот все здорово подготовили. Вот, нахожусь я, лично я, вот, во МГЕ, второй день, вот, имел удовольствие походить по местным, да, до сопримечательностям, посмотреть, все замечательно, все готово, все просто прекрасно. Рекорд республики равен 29 минут 0,1 секунда. Это установил Кузьма Татарнов на чемпионате республики, тогда он был седьмым. 29 минут 0,1 секунды – это очень быстрое время. На километр это выходит где-то 2 минуты 54 секунды. Многие зрители бы когда-нибудь на уроках физкультуры или где-то зачеты сдавали на тысячи метров. Помните свои нормативы, да? Да, с какой скоростью бегут наши спортсмены. Это очень здорово. 29,0,1 – это он установил тогда норматив «Мастер спорта». Международника там где-то полминуты не хватило. Ну и, к сожалению, он рано закончил свои активные выступления. Было бы здорово с Артуром Бурцевым на спортивных играх. Тоже был такой ажиотаж, как у Сардана Трофимова, у Натальи Леонтьевой. Такой был ажиотаж. И сейчас был бы он, Кузьма Татарнов, присутствовал бы на этих соревнованиях, чтобы было... Действительно, было бы очень интересное противостояние. Ну, а, дорогие друзья, мы предлагаем вам сейчас перейти к тройным прыжкам. У нас параллельно идут соревнования по этой очень интересной дисциплине. И у нас сейчас продолжают соревноваться девушки. Также у нас в тройном прыжке комплекты наград. Оспорят и юноши, женщины и мужчины. То есть, всех победителей и призеров мы узнаем уже сегодня. Ну, сейчас девушки прыгают как бы предварительно по итогам. Восемь лучших. Выходят в финальную стадию и будут оспорить за медали. Готовится к прыжку Салышева, Аина, Усалданский, Лус, номер 377. Ну, и давайте смотреть. Утромный прыжок, он числится сложным координационным видом спорта. Здесь, помимо быстрого бега и отталкивания, надо еще и координацию хорошую держать, чтобы показать наиболее лучшие результаты. Именно прыгнули и в тройном, и по прыжкам длину. Наши спортсмены в нашей республике показывают очень хорошие результаты в первенствах России и за рубежом даже. Знаете, вот Диана Адашка, многоопытная уже спортсменка, которая много раз выигрывала и первенство России, и выступала на чемпионате мира. Так что у нас, как бы, перспектива развития прыжкового дисциплина очень хорошая. Ну, это, наверное, связано и с национальными прыжками. Многие, которые прыгают по национальным прыжкам, они и по-тройному участвуют. Ну, действительно, послужной список, да, у Диана Адашка очень богатый. Я думаю, организаторы не ошиблись, да, вот, дав ей счастливую возможность на церемонии, вот, открытия сказать, дать ей слово от лица спортсменов. Откроем, да, вот, такой небольшой секрет, проанонсируем это событие. Ну, тройная прыжковка у нас развита во многих улусах. Усалданский улус, Мегино-Кангалацкий улус, Терапчинский улус, Городекус, Кобейский улус, Амгинский улус, Сунтарский улус. И вот хорошо тоже показывают результаты. И там работают очень хорошие энтузиасты, тренеры. Ну, нет, энтузиасты, они профессионалы своего дела. Взять, если Мегино-Кангалацкий, Ильин Борис Николаевич, он уже много лет со своими воспитанниками тоже выигрывает первенство России. Мне даже становится интересно, почему вот наши необъятные России, как бы деревенские парни из маленьких деревни выезжают на первенство России, тем самым там выиграют. Хотя спортивных школ, олимпийского резерва, там других школ, много тренеров опытных. Ну, наши спортсмены из Якутии выезжают и выиграют первенство России. Это очень огромный результат. Это особенность физиологии, наверное, да? Ну, для якутских спортсменов прыгучесть не знаю, как по сравнению с другими как бы национальностями. Ну, наши спортсмены очень хорошо показывают. Это вообще невероятно. В будущем, может быть, тоже такие спортсмены появятся, которые будут защищать фест России. Уже появились Диана Адашкова. Может быть, когда-нибудь увидим ее на чемпионатах мира, олимпийских играх. Посмотрим, время покажет. Ну, спорт у нас развивается очень хорошо. Перед вами Елена Раскопова, представительница Кобяйского Улуса и ее прыжок. В этих соревнованиях по тройному прыжку у нас также участвуют 14 спортсменок. Напоминаю, что это у нас девушки соревнуются. 14 спортсменов с лучшим результатом по итогам отборочных соревнований. И стоит отметить, что тут у нас сразу три представительницы столичной команды города Якутска. Да, раньше было как бы с каждого Улуса по одному участнику. Сейчас как бы организаторы учли возможность дать другим спортсменам. Бывает такое, что из одного города или из одного Улуса бывает несколько спортсменов, которые могут претендовать на передовые места. Поэтому сейчас мы в полной уверенности можем сказать, участвуют все сегодняшние на данный сегодняшний день спортсмены. А раньше, если... Ну, я вот помню, Гаврил Нахтунский от массы спорта, рекордсмен республики, он как бы много соревнований пропускал из-за того, что Артур Пиапанов, он выступал за Черпинский Улус и представлял. И поэтому у него такое, что человек, которому хотя бы в лучших случаях занимают вторые места, он не был участником соревнований. А сейчас вот по результатам отборочных стартов 14 лучших могут уже войти в финальную стадию. Ну, действительно, мне тоже кажется, что так лучше. Агафонова Елизавета, город Якутс, прыгает на ваших экранах. К сожалению, мы результаты спортсменов не можем дать. Да, и возвращаясь, да, вот мы можем дать другие цифры касательно всех игр, да. Я думаю, все прекрасно знают, что у нас на седьмых играх в Банге участвует порядка трех тысяч спортсменов. И у нас выявление лучших проходит в 16 видах спорта. И мы с вами начинаем этот день с трансляции именно по легкой атлетике. Соревнования стартовали еще вчера. Вчера у нас начались групповые игры по волейболу, сидя среди мужчин и женщин, по баскетболу среди мужчин и женщин, по волейболу. Также среди мужчин и женщин, также групповой этап. Ну и групповые игры по мини-футболу также вчера проводились. Ну и сегодняшняя у нас программа открывается состязаниями по легкой атлетике. Ну и впервые включены соревнования для инвалидов на этих играх. Посмотрим, как они будут участвовать. Это уже героизм за то, что они стали участниками этих игр. То, что они находят время заниматься спортом, независимо от того, что у них какие-то ограничения есть. Да, вот стоит, я думаю, отметить, что волейбол сидя имеет очень хорошие перспективы и базу для дальнейшего развития у нас. Проводились и этапы чемпионата России по волейболу сидя, и наши спортсмены показывают себя очень хорошо. Мужчины всегда в призах. И вот, как я помню, в последний раз женская сборная вылетала в Подмосковье на чемпионат России. И вот я общался со спортсменками в попыхах прямо. Пару дней собрали команду, вылетели и бронзовые медали. Просто замечательные результаты. Поэтому предлагаем вам, дорогие друзья, следить за волейболом, сидя за классическим волейболом, следить за всеми нашими трансляциями. Работаем мы по всем телеканалам. Также выходят у нас ежедневно дневники игр. Поэтому будьте всех, пусть и всех событий вместе с нами, дорогие друзья. Ну и если говорить о соревнованиях по тройному прыжку. У нас шесть попыток. Да, шесть попыток и будущий результат, как бы, будет с нами. Результаты. 361 номер. Собакина Аня, Терапинский, Луз. Если не ошибаюсь, это ее уже вторая попытка. Давайте наблюдать за тем, как летит Анна Собакина. Да, потихонечку продолжают у нас заполняться трибуны стадиона Олимп Амга. Вечером нас ждет самый настоящий аншлаг. Еще раз напомним. Ровно в 20.00 состоится на этой арене, на этой новой арене, торжественная церемония открытия седьмых спортивных игр народов республики. Перед вами Вера Осипова, представительница Сунтарского Луса. Неудачно. Велена Распопова, Кобельский, Луз. 589 номер. Да, ну и если говорить о программе, да, вот о соревнованиях именно в этой дисциплине, по легкой атлетике, как мы уже говорили, мы стартовали с просмотра вот 10 тысяч метров мужчин, у них все еще продолжается борьба за лидерство. И сейчас вот мы сфокусировали внимание на соревнованиях по тройному прыжку среди девушек. В скором времени у нас начнутся короткие дистанции. После мужчин, которые бегут сейчас 10 тысяч метров, у нас уже начнутся забеги на 100 метров. Предварительные этапы, да, как среди девушек, так и среди юношек, так и женщин и мужчин. Далее мы будем осмотреть, наблюдать за забегами на 400 метров. Уже финальные забеги. И у нас еще далее пойдут дистанции полторы тысячи метров. Программа у нас идет до 14.00. Ну и, конечно же, у нас еще, да, сегодня выходят оспаривать медали также спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Там у нас заявлены, а также и спортсмены с нарушением зрения и с нарушением слуха. Заявлены у нас от различной дистанции, если быть точнее две дистанции, это на 100 и на 400 метров. Елизавета Агафонова на ваших телеэкранах. Мне кажется, Елизавета в хорошем настроении и довольна своими показателями. Валерия Алисова. Одна из трех представительниц сборной команды города Якутска. С одного улуса из города выступает, могут выступать до трех спортсменов, но зачетные очки будут браться только по одному лучшему результату. И в командной борьбе будет жарко. Как правило, есть улуса, которые между собой всегда борются на таких крупных соревнованиях. Я даже предполагаю, что в лагу и луса между собой, наверное, будут разговаривать, как на этот раз будет. По четырех группам будут оспаривать командные результаты в поле катлетики. Есть постоянные соперники. Действительно, всегда очень интересно наблюдать за такими принципиальными противостояниями. Это добавляет красок. Да, вот на прошлых Спартаке Адамончары и команда Верхнемелевского улуса по легкой атлетике выиграла первое общекомандное место во второй группе. Как будет в этот раз. Но у Спартаке Адамончары там дистанции немножко другие. Эти игры включают почти все дисциплины. Но гладкий бег на 100 метров до 10 километров на среде все присутствуют. Помимо этого, марафонский бег. Марафонский бег впервые был включен на играх в Адаминске. И с того момента, ну, первым победителем, чемпионом по марафону был Вячеслав Громов, что будет на этот раз. Это очень здорово, что марафонский бег как бы вошло раньше, этого не было. Но сейчас уже был включен. Дорогие друзья, давайте сейчас мы вернемся к нашим мужчинам, которые продолжают оспаривать лидерство на дистанции 10 тысяч метров. У нас тут уже накаляется ситуация, начинается та самая борьба, о которой мы говорили в начале нашей трансляции. По-прежнему у нас возглавляет забег Артур Бурцев, представитель Уссалтанского Улуса. Да, сейчас пока не все ясно в этой дисциплине. Но Артур Бурцев лидирует, конечно, он следит за ходом соревнований, все контролирует. Наверное, он сохраняет силы. Ему еще предстоит бег на полторы тысячи метров, потом еще бестапедный бег. Может он все как бы с минимальной затратой хочет выиграть. Сейчас у него уже есть, как бы отрыв от других спортсменов, комфортное состояние. Бегину уже пробежали где-то порядка 27 минут. Будет бегать где-то 32 минуты с копейками. Первым бежит Артур Бурцев, выступающий за команду Уссалтанского Улуса. За второе место сейчас бегут Копыль и Николай. Копыль и Николай. И... И... Артур Бурц первый, как вы видите. И далее у нас Степан Степанов, представитель верхневилюйского Улуса. И мы видим... Так, ну, где-то отрыв уже составляет где-то порядка 37 метров. Николай Копырин пока бежит вторым. Моеда Александр в третьем бежит. Моеда Александр. Моеда Александр вот буквально на днях прилетел в третьем бежит. Килл тоже из Кисловодска. В чемпионате республики он был третьим на этой дистанции. А сейчас я четвертым был. Артур Бурцев продолжает, мне кажется, наращивать свое преимущество. Близится у нас завершение забега на этой дистанции. У нас вторым все еще идет вот под номером 51 Степан Степанов. Моеда Александр Моеда. Да, вот группа лидеров. Александр Моеда занимается руководством Василия Спиридонова. Василий Спиридонов является чемпионом России в победе на 100 километров. И многократный чемпионный призер в фальканских соревнованиях. Спартакиада Матера. Очень опытный спортсмен. И как тренер сейчас очень хорошо работает. Ну, Александр Моеда немножко отрывается от третьего. Бежит на второе место. Идет, бежит по 50 номеру. Ну, очень интересная вот борьба ожидается, да, на последних кругах между Степаном Степановым и Александром Моеда. Николай Копырин и Александр Моеда. Ну, Александр Моеда немножко ушел вперед. Посмотрим. Николай Копырин совсем юный спортсмен. 99-го года рождения. В прошлом году он на первенстве России занял второе место, показав очень хороший результат для своего возраста. Ну, он был немножко травмирован. Сейчас бежит пока на третьем месте. Вот Александр Моеда. На ваших экранах под номером 50. 53 вот на ваших экранах бежит Николай Копырин. Представляющий город Якутск. 99-го года рождения. Артур Бурцев. Вы смотрите на лидера этих соревнований на 10 тысяч метров. Седмой спортсмен. Он, наверное, будет чемпионом Седмой спортсмен. В этом году у него был лучший результат. Лишний рекорд он показал 29 минут 47 секунд. Напоминаю, рекорд Республики принадлежит Кузнето Таринову. 29 минут. Надо 1 секунду. Второй бежим. Ему осталось второму Александр Моеда. Ему осталось последний круг. Да, позади 31 минута. И сейчас мы узнаем победителя и призеров в этой дистанции. Артур Бурцев продолжает уверенно лидировать. Да, Артур Бурцев – новый опытный спортсмен. Победитель, призер Кубка России. Белые мучи, который проходит в Санкт-Петербурге. Бегает на полмарафонах на 30 километров. Бегает на 800 на конкретных сетях. И так становится Артур Бурцев – полуниципионом седьмых спортивных игр. Бегает на 10 тысяч метров среди мужчин. Скоро мы узнаем результаты всех спортсменов. И дадим вам полной информации. Вторым бежит на финишный тренинг. Александр Моеда, который представляет Ангинский улуз. Ангинский улуз в этом году, наверное, очень настроен на хороший результат. Конечно, они у себя на родине. Будут стараться показывать максимально лучший результат. Поздравление принимает Александр Моеда. И третьим Николай Копырин под номером 53. Молодой такой спортивный спортсмен. Занимает третье место среди взрослых, среди мужчин. Бегает на 10 тысяч метров. Это его для нашей республики, среди мужчин, первый крупный результат. В четвертом финишере Вячеслав Громов. Ангинский улуз. Благодаря друг другу участники этого забега за напряженную борьбу. Ну и четвертое место еще раз скажем Вячеслав Громов. Некоторым спортсменам все простоят бежать. В пятом финишере Алексей Кардашевский. На ваших экранах вы видите чемпиона 7 спортивных игр Артура Бурцева. Ну что ж, очень интересный забег у нас прошел. Еще раз поздравляем мы Артура Бурцева. В скором времени мы озвучим цифры, которые вот зафиксированы. Вячеслав Громов, представляющий Ангалайский улуз. На этих соревнованиях он стал четвертым. На Амбском улузе в четырнадцатом году он становился призером на десять тысяч метров и вторым призером по марафонскому бегу. Сейчас он, конечно, немножко возрастной, восемьдесят первого года рождения. Молодые уже наступают, как показал Николай Копырин. В девяносто девятого года рождения становится третьим призером в семью спортивных игр. Да, действительно, для молодого спортсмена просто замечательный результат на столь масштабных соревнованиях. В отличном настроении, конечно же, Артур Бурцев. И фотографирование на память. Вот два чемпиона Саддана Трофимова, Артур Бурцев. Вы видите на своих экранах, друг друга хорошо знают. Да, победительница первого забега и триумфатор второго забега. Ну и если говорить о дистанциях, да, у нас дальше по программе идут забеги на сто метров, предварительные забеги. И первыми эту дистанцию у нас пробегут девушки. Да, судьи уже приглашают участников забега на сто метров. Выйти на дорожку. Ну а Артур Бурцев, триумфатор забега на десять тысяч метров из Салтанского улуса, продолжает принимать поздравления от друзей, болельщиков, коллег по цеху и от нас в том числе. Ну и сейчас режиссер нашей телетрансляции предлагает еще раз насладиться самыми яркими моментами прошедшего забега на десять тысяч метров в замедленном действии. Ну, как бывает, да, Артур Бурцев занял лидирующую позицию и на протяжении дистанции вот удерживал ее. Да, для спортсмена, который имеет в этом году 29-45, это как бы для него это не самый быстрый бег, но он и рассчитывал только бежать на победу. Тем самым, может быть, ему еще предстоит после этих игр выезжать на чемпионат России, который будет ожидать его в конце июля, сохраняя тем самым силы для этого, может отберется куда-то на международные старты. Посмотрим. Ну и мы Артура Бурцева сегодня еще увидим и не раз на других дистанциях. Итак, у нас готовятся девушки, которые в скором времени пробегут 100 метров. Переходим коротким дистанциям. Это всегда очень зрелищно и всегда очень интересно. В скором времени узнаем самую быструю бегунью среди девушек, юноши, мужчин, женщин. Тоже будет на сегодняшний день самый быстрый в республике. Это предварительные забеги. По результатам предварительных забегов 8 лучших результатов, 8 лучших спортсменов будут отбираться на финальный забег, который пройдет немножко позже, после финальных забегов на 1500 метров. Дадут им возможность немножко отдохнуть, готовиться к финальным забегам. Ну это может быть те лидеры, которые рассчитывают на высокие места, они могут в предварительных забегах бежать, как бы лишь бы попасть, сохраняя силы для финальных забегов. А те, которые могут быть где-то в районе 9-го, 10-го, в основном месте, им придется бежать максимально сильно. Ну бег 100 метров, он как бы с одной стороны любой спортсмен, любой телезритель может преодолеть эту дистанцию, но чтобы бежать быстро, это надо очень много сил. Я сам по себе знаю, это для меня одна из самых неудобных дистанций, хотя я бегал на 100 километров, но 100 метров для меня иногда казалось, что это очень далеко. Бежать максимальной скоростью 100 метров. Самые лучшие бегуны, они сохраняют скорость на протяжении всего где-то около 3 секунд. Вы это можете проверить, взять чистый листок бумаги, ручкой и как бы в течение 10 секунд максимально стучать, у вас руки устанут. Так что есть даже такое, я статью читал в журнале «Лёгкая атлетика», тактика бега на 100 метров. Я тогда удивился, что может быть, какая тактика, взял да побежал максимальной скоростью. Оказывается, она имеет и тактику бега, потому что максимальную скорость по лучшим результатам, лучших спринтеров мира, посмотреть, если они где-то максимальную скорость наращивают где-то на отрезке 60-70 метров и потом немножко передыхают, потом и финишную бросовку. Поэтому тут надо очень грамотно с головой бежать. То есть даже на столь короткой дистанции, вот обычно, да, вот как вы думаете, длинная дистанция 10 тысяч метров, да, там, вот там тактика, да, какой-нибудь геймплан, а даже на 100 метров есть, оказывается. Да, тактика бега. Очень интересно. Я сам тогда удивился к этому. Ну, спринтерский бег, он как бы является четырой там функцией, четыре отрезка. Это старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиширование. Все эти моменты очень важны для бега. Кто-то может не очень правильно финишировать, могут пропускать перед кого-то. Они, как правило, на финишном створе наклоняются перед, чтобы показать намного лучший результат. Ну, и стартовый разгон очень важен. Все-все здесь на спринтерском беге очень важны. Да, вот, и сейчас у вас есть возможность вот увидеть эмоции, да, какие эмоции у нас. Участниц забега на 5000 метров, Сардана Трофимова, Надежда Бут, Изабелла Борисова. Все они воспитанницы одного тренера, Татьяны Жирковой, трехкратной чемпионкой мира. Сказать, что трехкратная чемпионка мира, это как бы очень просто, но это после изнурительной тренировки, это очень огромный результат. Надо осеннить этот результат. Вот, она становилась трижды чемпионкой мира и является рекордсменкой Европы. В Европе нету, пока не появилась бегунья, которая быстрее ее бежала. Это надо осеннить, это надо преклоняться перед ее достижениями. И сейчас она в качестве тренера очень хорошо работает. Показывает, вот, как мы сказали, Сардана Трофимова стала трехкратной чемпионом России. Мне даже иногда интересно становится, что может быть, главное, я хотел бы спросить у Жирковой Татьяны, что как бы лусь трехкратным чемпионом мира стать или трехкратной чемпионом России по марафонскому дистанции, по олимпийской дисциплине. Вот вы видите на экранах Артура Бурцева, триумфатора сегодняшнего дня, бега на 10 тысяч метров флагом у Сарданского улуса. Но он на протяжении вот нескольких лет у Сарданского улуса железно дает первые места. Стабильно, да? Стабильно. Как мы знаем, стабильность – это признак мастерства, дорогие друзья. Да, это все результаты огромного труда. То, что мы видим на экранах, это как бы вершина только асберга, а снизу там огромный труд. Это многодневные тренировки каждый год, круглогодично, и летом, и зимой, и в дождливой погоде, и в снег. Вот, может, они бегут, поэтому я преклоняюсь перед спринтерами, стайерами. Да, это действительно так. Ну, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и начнем смотреть забеги на 100 метров среди девушек. Так что, друзья, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу прямую трансляцию со стадиона «Амга-Алин», где у нас проходит первый соревновательный день в состязаниях по легкой атлетике. И уже в ближайшие минуты у нас состоится первый забег на 100 метров, и на короткую дистанцию у нас выйдут первыми девушки. Предварительные забеги, по итогам которых 8. Спортсменок с лучшим результатом пройдут дальше и будут оспаривать медали. Ну, и у нас есть результаты предыдущего забега на 10 тысяч метров, в котором мужчины оспаривали у нас медали в этой дистанции. И у нас Артур Бурцев, победитель данного забега, финишировал с результатом 31 минута 47,80 секунды. Результат серебряного призера Александра Маэда, представителя Амгинского волоса, 32 минуты 15,76 секунды. Ну, а тройку лидеров у нас замкнул, как вы помните, Николай Копырин, представитель команды города Якутска. И мы к этому вернемся еще позже. Ну, а сейчас все внимание на дорожку. 100 метров девушки, предварительные забеги. Первый забег. Прыгает. Первый забег. 20 номер. Первая дорожка. Федорова Даяна, Верхний Льюис, Румянцева, Светлана, Якутска. Лобановская, Рита, Ленск, Шабиева, Исмиры, Якутска, Юрченко, Илона, Мирный. И так дается Дамску. Это старая Дайсмиры, сейчас Светлана, Якутска, поднимает 583. Да, она финиширует. Первый. Она выиграла отборочное соревнование Олимпийской надежды с результатом тогда в 19 секунд 95 суток. И в этом забеге она показала лучший результат. Тем самым уже попала в забег. Поздравляю друг друга участницей этого забега. Я думаю, мы в скором времени увидим повтор данного забега. И сможем получше разглядеть, с каким же отрывом у нас из мира Шабиева финишировала. У нас второй забег готовится. Да, в втором забегу будет бежать 222 номер Дисковская Вероника Черопча, 2006 года рождения. 673 номер Трифонова Вероника, 2002 года рождения, Кобейск. Попова Айнура, представляющая команды Веливска, 2005 года рождения. Ким Екатерина Черопча, 2004 года рождения. Колесников Анастасия, 2002 года рождения. Представитель команды Кобейского улуса. Комарова Саяна Ко. Кузнецова Виктория Алдан, 2006 года. Ну, среди девушек могут представлять свои улусы 2002 года и моложе. Но, как мы видим, среди участников есть и спортсменки, которые 2006 года. Ну, 4 года разница для детей, это огромная разница. Но, по своим результатам, по своим развитию, они вошли в финальную часть седьмых игр. Итак, у нас девушки готовы начать дистанцию, пробежать данную дистанцию. И по команде судейского коллектива девочки сейчас займут стартовые позиции. Также 7 участниц, как и в предыдущем забеге. Да, если в предыдущих играх организаторы этих игр имели возможность напрямую попасть в финальную часть, то в этом году все участники распаривали на отборочных соревнованиях свои места, которые вошли в 14 лучших результатов. Тем самым, они сейчас участвуют на этих играх. Но здесь иногда мы видим, некоторые спортсмены, ввиду, не знаю, может быть травм, может быть каких-то других причин. Среди участников их нет. Ну, в спорте, да, всякое случается. Действительно, может быть какие-то повреждения, либо же по самочувствию. Но будем, конечно же, надеяться только на лучшее и желать всем здоровья. Ну и, как я чувствую, у нас попутный ветер, да? Да, попутный ветер. Ну и видим, как у нас финишировала Шабиева из Мира. Да, из Мира Шабиева. Города Якуз. Воспитанница Петра Александровича Нечаева. Александр Куларова-Бросова, 12 метров. Итак, второй забег, 100 метров, девушки. Прыгает Ян Затаров, Ангельский лусь, готовится Александр Затаров. Прыгает Лусь. Внимание! Дается старт, но фальстарт, к сожалению. Да, первый фальстарт, это уже снимается с соревнований. Раньше спортсменам давали по два фальстарта. Было такое время, каждый спортсмен мог до двух фальстартов участвовать, бежать. И бывало такое, что даже приходилось по семь, по восемь раз бежать, пока они, как бы, все в определенных правилах норм бежать. Да, Айнура Попова, представительница Билюйского лууса, к сожалению, снимается с этого забега. И у нас сейчас дальше побегут шесть спортсменов. Да, исключение не дается никому. Я помню, в 2011 году сам Усейн Бул на дистанции 100 метров сделал фальстарт. Тем самым он был исключен из числа, как бы, претендентов на медали. Тогда он на 100 метров потерял, можно сказать, золотую медаль и на 200 метров. Да, и во втором забеге случилось уже два фальстарта. Спортсменки юные, девушки волнуются, наверное. И сам бег 100 метров, такой, как бы, малейшая ошибка дает, как бы, наихущий результат. Да, у нас Екатерина Ким. Спортсменок осталось всего-то пять. Да. Екатерина Ким из Черопчинского лууса также за фальстарт. Она снялась в этой дистанции. Ну, на этот раз все стартовало удачно. И давайте смотреть за тем, как у нас будут разворачиваться события в забеге на 100 метров среди девушек. Колесникова Анастасия Кобельского лууса выигрывает этот забег. Да, и второе место тут очень интересно будет, да, посмотреть. У нас там борьба до последних сантиметров проходила, но, во всяком случае, мы уже можем поздравлять Анастасию Колесникову с тем, что она в этом забеге прибежала первой. Ну, по результатам двух забегов, первые восемь лучших результатов, они будут включены в список финалистов. Так что здесь пока ничего не определенно. Те, которые приближали вторым и третьим, еще не факт, что они попали. Может быть, первым забегом были наиболее лучшие результаты. Посмотрим, подождем. Результаты мы попозже огласим. Список тех спортсменов, которые попали в финальный час бега на 100 метров. Уже юноши готовятся к предварительным забегам. Также два забега будут. Да, и вот на повторе мы видели, да, как Анастасия Колесникова. Видимо, это вот мы вот с Николаем раньше, вот ранее говорили о тактике, которая, оказывается, есть, да, вот в забегах на 100 метров. Вот на повторе было прекрасно видно, как Анастасия Колесникова на старте-то не сразу вот вышла в лидеры. И потом уже, походу, дистанции вот всех обогнала. Может быть, это действительно, это и есть то, о чем мы говорили, да? Усейн Болт, он всегда на предварительном забеге как бы отрабатывает первые 70 метров, потом уже как бы на сохранении скорости уже бросает скорость. И он как бы играет, чем выиграл в свои забеги. Ну, к сожалению, Ким Катя, вот которая во втором забеге была дисколифицирована за фальстарт, она на отборочных соревнованиях занимала второе место с результатом 13-20. И, к сожалению, на этих соревнованиях он не будет в числе финалистов. Бывает и такое. Но правила есть правила, перед ними все равны. И вот невнимательность, допущенная на старте, привела вот к такому печальному исходу. Итак, юноши у нас готовы стартовать. Так, на предварительных отборочных соревнованиях первое место занимал Назартьюк Богдан 2002 года, город Мирный, 11-10. Второе место занимал Прекопья Парцен, Намский Улус и Тихонов Дилус Мегана Конголазский Улус. Становился третьим призером отборочных соревнований. Снимаем. Посмотрим, как будут результаты. Дается старт. И с хорошим отрывом у нас финишировал победитель. В скором времени мы увидим на повторе. Но тут он у нас, как вы уже доказали, дорогие телезрители, ситуация такая же, как и у девушек. По семь спортсменов у нас стартует в забегах. И молодые люди с лучшими показателями, 8 молодых людей с лучшим показателем, будут продолжать бороться. Триста пятьдесят седьмой номер. К сожалению, в стартовом протоколе у нас номер другой. Скоро уточним. Во втором забеге будет бежать Кожевников Михаил Биливич. Первая дорожка. Захаров Александр. Во второй дорожке двести первый номер командовать Терапчинского Улуса. Затем Лаврентиев Данил, восемьсот тридцать девятый номер, город Якурс. Назарчук Богдан, двести второй номер, город Мирный. Тихон Абдулос Мегина, кангалацкий Улус. Макаров Константин Терапча. Дульцев Алексей Нерингри. Ну, они как бы могут узнать предварительные результаты предыдущего забега. Им как бы немножко удобнее может быть. Достатар, Александр Кулешев, ручей, полемедария, информация. Да, действительно так. И они могут уже ориентироваться. Да, ориентироваться могут. Тот, который у лидеров, может, сохраняя скорость, бежать, лишь бы попасть. Настар! Ну и вот, ребята уже сейчас начнут. Так, в этом забеге участвует чемпион отборочного старта Назарчук Богдан, представляющий город Мирный. Он, наверное, в числе фаворитов на золотую медаль. Да, он бежит по четвертой дорожке. У него здесь второй номер. И сейчас, когда вот камера показывала участников забега, Богдан нам продемонстрирует свой какой-то жест, видимо, как у пирменной. Давайте смотреть, надо, значит, Богдан пока у нас потихонечку... Хотя... Махарам Александр, представляющий Терапчинский улоз. Да, первым он прибежал. Он, конечно, ни о чем не говорит. Может быть, Богдан, как бы, сохраняя скорость, силу финальных забегов, посмотрим, что там будет. Ну, есть уникальные спортсмены, которые на протяжении многих лет не проигрывали ни одного забега, ни одного финального забега. Таким являлся двукратный олимпийский чемпион Эдвин Мозис. Он на протяжении семи лет и нескольких месяцев, где-то около десяти месяцев, ни одного старта не проигрывал. Это вообще уникальный результат. Как можно так? Вот даже предварительные забеги никому не проигрывать. Он бежал там четыреста метров с барьерами. Невероятный просто показатель, да? Сложно поверить в это. Ну, и вот, в замедленном действии наш с вами забег. Мы говорили о том, что победитель предварительных соревнований Богдан Назарчук может, да, ну, входит в число лидеров, но Данил Лаврентьев сказал свое слово, представитель сборной команды Якутска. Да, Данил Лаврентьев, он еще бежит в барьерный бег, очень хорошо выступает на первенстве в России, и вторым становился призером первенства России на Дальнем Востоке, тоже занимал призовые первые места. В общем, уже как бы, несмотря на свою молодость, уже многоопытный спортсмен, тренируется под руководством Петра Александровича Нечаева. Нечаев Петра Александровича начинал свою тренерскую деятельность 1981 года. С того момента он уже воспитал очень многих спринтеров и прыгунов. В числе их были многие победители и международного соревнования Дети Азии, Дальнего Востока и первенства России. Ну и сейчас у нас готовятся женщины. 100 метров. Первый забег у нас в скором времени начнется. И давайте ознакомимся с составом забегов. Итак, забег первый. С нагрудным номером 10 по первой дорожке у нас побежит представительница Верхневилюйского Улуса Аина Мачахова. По второй дорожке под номером 8 у нас побежит Елена Закирка, представительница Ленского района. По третьей дорожке у нас побежит под номером 4 Софья Чепуштанова, представительница спортивного союза студентов. По четвертой дорожке у нас побежит Татьяна Зенитчева из Кобяйского Улуса. По пятой дорожке у нас побежит Елена Лукьянова из Мирненского района. Шестую дорожку у нас занимает Анастасия Нюканова из Верхневилюйского Улуса. И по седьмой дорожке у нас побежит Лидия Пехтерева, представительница Вилюйского Улуса. Так, а теперь мы представляем финалисток, бега на 100 метров среди девушек. Это Шабиева из Мира, показал лучший результат, предварительный 12.84. Второе время пока предварительный показал Добрынина Дарья, город Якуст 13.18. Третья Колесникова Анастасия Кобяйский Улус 13.40. Затем четвертая Комарова Ксения Ленск 13.43. Юрченко Илона Город Мирный 13.43. У них одинаковый результат. Лобановская Рита Ленск 13.51. Федорова Даяна Верхневилюйск 13.56. И Комарова Саяна Ко Вилюйск. Вот это финалистки седьмых спортивных игр, которые проходят в Банге. Будут оспаривать между собой, кто же займет первые и третьи три места. И покажет своим командам, улусам. Так дается старт первого забега среди женщин на 100 метров. У нас есть группа лидеров. Единичного Татьяна, представляющая Кобяйский Улус. Поздравляем ее с успехом на данном этапе соревнований. Как мы уже говорили, следующий этап у нас выходит на 8 спортсменок с наилучшим результатом по итогам этих двух забегов. Да, извините, Татьяна, она на отборочных, на чемпионате республики показывала второй результат. С результатом 13.13 она отобралась в эти финальные игры. Тогда выиграла Татьяна Олешко, Надежда, Амгинского, Улуса. С результатом 13.05 тогда она выиграла чемпионат республики и отобралась в качестве лидера на эти игры. Она будет стартовать во втором забеге. Ну и давайте посмотрим на этот забег еще раз в замедленном действии. Вот по вторым номерам вы видите на своих экранах Татьяна Зиничева, представляющая Кобяйский Улус. Комфортное себе преимущество она обеспечив финишировала в этом забеге. Ну и дорогие друзья, давайте сейчас мы представим участниц второго забега. По первой дорожке у нас бежит Евгения Каленкова из Горного Улуса. По второй дорожке Эльвира Мубаракшина из Мигиноконглавского Улуса. По третьей дорожке Мария Егорова, Верхневилюйский Улус, четвертая дорожка Татьяна Олешко, Амгинский Улус. Пятая дорожка Екатерина Острюкова, Чуропчинский Улус, шестая дорожка Изумира Николаева из города Якутска. И по седьмой дорожке у нас побежит Наталья Мархаева, представительница Намского Улуса. Здесь очень отрадно, что некоторые спринтерцы, которые сейчас участвуют в качестве Каленкова Евгения, она в школьные годы, когда училась в школе, показывала очень хороший результат. И много лет как бы исчезла из участниц на спринтерске. Ну, в малейкой атлетике сейчас она возвращалась и своему Улусу дает зачетные очки. Также Николаева Изумира, она сама родом Амгинского Улуса, сейчас представляет город Якутска. Тоже много лет как бы после родов перестала быть участницей соревнований. Сейчас вот помогая своему, своей команде. Ну, многие спортсмены, я вижу, возвратились на беговую дорожку, это очень отрадно. Ну, возобновляют свои выступления, да, на самом высоком уровне. Итак, у нас почти все готово для старта второго забега. Не знаю, как сейчас, но раньше самый быстрый стартовый, как бы, старт брала женщина Флорен Гриффи Джойнер. У него стартовая реакция, самая такая минимальная была, даже проделись. Итак, вы видите на своих экранах Татьяна Олежская, представляющая Ангинский Улус, Судерина выигрывает свой забег. С приличным запасом. С приличным запасом, да, да, да. Поздравляем мы Татьяну Олежка. Да, впечатляющий, конечно, забег нам продемонстрировала представительница Ангинского Улуса. Ну, и приятно всегда, наверное, дома выступать, побеждать, радовать собравшихся зрителей, которые очень активно, конечно же, поддерживают тебя, да. Вдвойне приятно. Ну, и в замедленном действии этот забег. Давайте еще раз посмотрим. И обратите внимание, вот, с каким запасом Татьяна Олежка, вот, и Широва. Ну, легкодлеты имеют право, как бы, представлять свои команды только в двух видах дисциплин, в двух дистанциях, не считая эстафетный бег. Поэтому, ну, к сожалению, или как, мы не видим в качестве участниц Диана Адайска. Она тоже по спринтерскому бегу очень здорово бежала. Даже в школьные годы она бежала быстрее женщин. И на этих соревнованиях она выступает по прыжкам длиной, тройному, и будет бежать, наверное, на шведское степень. Наверное, и здесь бы она очень хорошо себя показала бы. Ну, ничего загадывать, говорить не буду, но... Сейчас, в скором времени, будут мужчины готовиться. Да, мужчины сейчас также пробегут 100 метров. Тоже у нас предварительный этап. И давайте ознакомимся с составом, да, данного забега. Пока мы видим то, что готовы у нас два спортсмена. Но давайте пойдем по порядку. Первая дорожка Артем Иванов, Нюрбинский УЛУС. Вторая дорожка Владислав Попов, Намский УЛУС. Это на наших телекранах Дмитрий Дмитриев, представитель Мегина-Кангаласского УЛУСа. Он побежит по седьмой дорожке. По шестой дорожке у нас побежит Дамир Чачуа, Амиканский УЛУС. Пятая дорожка Валентин Иванов, представитель Ленского района. По четвертой дорожке Аял Иванов. Также Иванов товарищ у нас побежит по четвертой дорожке. Он представляет Вилюйский УЛУС. Ну и по третьей дорожке у нас Никита Петров, представитель Мегина-Кангаласского УЛУСа. Ну в пятом году Аял Иванов очень хорошо продемонстрирует свои результаты. Он сам занимается прыжковой дисциплиной. И на чемпионате республики он выиграл две обе спринтистские дистанции 100 метров и 200 метров. Ну что ж, у нас участники готовы начать данный забег. И это у нас, кстати, последний забег предварительной стадии, да, вот именно по 100 метров. Дальше у нас пойдет дистанция 400 метров. Начинает так же, как в предыдущих дистанциях. Начнут соревнования на этих дистанциях девушки. Ну Дмитрий Дмитриев, вот вы видите на своих экранах, 11 номер, он становился чемпионом международных спортивных игр в Дети Азии по национальному прыжку. Ну в общем итоге он занял второе место по прыжкам, как уже в Тангагу играл. Готовит царь Иван Устинов, бегает на нас в Лос. Также очень опытный спортсмен, чаще Адамир Аминконский Лос, Иванов Валентин Ленск. Ну Иванов Айал это открытие этого года, можно сказать, он как бы сам прыгун, но в обоих спринтерских дистанциях выигрывал чемпионат республики. Очень здорово бежит. Как оказалось, не только здорово прыгает, но и бегает на хорошем уровне, да? Да. Ну бег тоже он как бы, им надо разгоняться, как показывает практика Карл Льюис, знаменитый 9-кратный олимпийский чемпион. Он и прыгал в длину, и бегал в 100 метров, и становился 9-кратным олимпийским чемпионом. Так что это как бы родственные, можно сказать, дисциплины. Чтобы прыгать очень далеко, надо бежать, наверное, очень быстро. Интересно, что бы было, если Уссеембол бы прыгал. Не знаю. На это было бы действительно очень интересно посмотреть. Ну, если сказать рекорд мира, он равен 8 метров 95 сантиметров. Это очень далекое расстояние. Вы можете на волейбольных площадках посмотреть, насколько это далеко. Волейбольная площадка, половина площадки, он как бы мерится 9 метров. Линия это 5 сантиметров. Вы можете одну линию убрать, и можете примерно прикинуть, насколько они далеко прыгают спортсмены. Да, у нас есть результаты забегов на 100 метров среди юношей. Лидирует у нас Данил Лаврентьев, представитель города Якутска. У него результат 11,45 секунды. У нас второй результат у Богдана Назарчука из Мирненского района. Его результат 11,55 секунды. Ну и тройку лидеров у нас замыкает Виктор Золотов. Представитель Амгинского улуса. Он пробежал дистанцию за 11,70 секунды. Это пока предварительно. Четвертым финалистом стал Жирков Валентин Усалданский улус 12,01. Затем идет Тихонов Дилус Мегана Конголаски 12,05. Прокопьев Арсен Намский улус 12,13, федоров Данилов Ангинский улус 12,19, макаров Константин Тироптинский улус 12,30,1. Это финалисты бега на 100 метров среди юношей. А сейчас в скором времени будет дан старт предварительно. Да, приглашаются спортсмены на старт. Это первый забег у нас среди мужчин. Во втором забеге тоже будут бежать очень сильные спринтеры нашей республики. Да, и опять-таки попутный ветер. И ветер усилился. Да. Кому-то он может помочь, попасть в финальную стадию. Ну что ж. И дается старт. Давайте следить за дело у нас прибежит на первом. Готовится Сергей Луккин, вылез. Да. Первый у нас Валентин Иванов прибежал к разведительного района. Ну, согласитесь, да, очень напряженная борьба на протяжении всей дистанции у нас прошла. И по итогам которой Валентин Иванов пересек линию финиша первым. Сейчас мы увидим повтор. Ну и на ваших телеэкранах победитель первого забега. Валентин Иванов. Однофамилица и тезка известного футбольного арбитра. Ну и виден, да? Вот у нас борьба до последних метров. И вторым финишировал у нас Дамир Чачева, представитель американского УЛУСа. Да, его напаял пока, немножко скромнее бежал. Посмотрим, наверное, надеемся, что попадет в финальную часть. Да, и пока готовится у нас второй забег. Давайте мы ознакомим вас с предварительными результатами. Валентин Иванов. Вира Мубаракшина из Мигины Конгласского УЛУСа. И Мария Егорова, верхний Вилюйский УЛУС. Это у нас участницы финальных забегов, согласно предварительным результатам. Ну, к женщинам мы еще вернемся. Сейчас все внимание на второй забег среди мужчин. Итак, во втором забеге будут бежать. Да, сейчас мы представим всех семерых участников второго забега. Ян Наталов, Альбинский УЛУС готовится. Наталов, тоже без визы. Еще раз отметим то, что у нас второй забег это. Ну и давайте мы пройдемся по списку участников. По первой дорожке бежит у нас по номер 14 Михаил Чупров, представитель Намского УЛУСа. По второй дорожке у нас бежит Петр Филиппов из Мигины Конгласского УЛУСа. Третья дорожка Вячеслав Егоров из Кобяйского УЛУСа. Четвертая дорожка Сергей Чинарев из города Якутска. Пятая дорожка Петр Познеченко из Чуропчинского УЛУСа. Шестая дорожка Михаил Жарин, Амгинский УЛУС. И по седьмой дорожке у нас побежит Ким Иванов из Сунтарского УЛУСа. Но, к сожалению, мы на экранах видим, по третьей дорожке спортсмен отсутствует. Это Егор Вячеслав, это чемпион, англандный чемпион. В спортивных играх, спартакиады Мончары, Вячеслав Егоров, он в 2006 году в Сунтарах выиграл 100 метров. Тем самым выиграл самый крупный приз автомобиль УАЗ. Итак, дан старт. Михаил Жарин выиграл этот предварительный забег. Надеюсь, я пришел, что бежал Сергей Чинарев, тоже президент первенства России. И по школьникам он очень здорово бежал. Мне сейчас будет очень интересно посмотреть на повторе, как Михаил Жарин потихонечку сокращал отставание. Вырвался вперед на лидирующей позиции. Отличный, конечно, забег в исполнении представителя Амгинского УЛУСа. Ну и все, внимание на экран. Давайте смотреть на замедленном действии. Михаил Жарин бежит по шестой дорожке. Как здорово, да, вот включился. Да, потрясающее зрелище. Поздравляем его Михаила Жарина с победой во втором забеге. Ну и мы будем ждать предварительных результатов и списка участников финальных забегов. Ну что ж, все вот, все предварительные забеги на дистанции 100 метров у нас прошли. Мы к этой дистанции вернемся. Да, после бега 1500 метров. Да, в скором времени. Да, сейчас нас с вами ждут забеги на 400 метров. Финальные забеги отметим. И по традиции у нас состязание откроют девушки. Затем у нас побегут юноши, затем женщины и затем мужчины. После забегов на 400 метров у нас последует дистанция 1500 метров. После чего мы вот как раз таки и вернемся к нашей дистанции 100 метров. Финальные забеги. Нас с вами ждет насыщенное продолжение спортивной программы. Да, людей все больше и больше становится на трибунах стадиона Олимп. И у нас есть протокол финала. Да, в дистанции 100 метров среди юношей у нас медали будут разыгрывать. Константин Макаров из Чуропчинского улуса. У него лучший результат. 12,31 секунды. Второй показатель у Арсена Прокопьева из Намского улуса. Он пробежал сотню за 12,13. Ну и тройку лидеров у нас замыкает Валентин Жирков из Уссалданского улуса. Так, да, давайте перечислим, да. Константин Макаров, Арсен Прокопьев, Валентин Жирков, Данил Лаврентьев из города Якутска, Богдан Азарчук из Мирненского района, Виктор Золотов из Амгинского улуса, Джулус Тихонов, Мегина Конгаланский улус и Данил Федоров, Амгинский улус. Вот 8 спортсменов, которые оспорят медали. В финале, который мы увидим после забегов на полторы тысячи метров. Будем ждать. Ну а сейчас, как мы уже сказали... Уважаемые любители спорта, в частности, легкой атлетики, Национальная вещательная компания САХА продолжает прямую трансляцию со стадиона Амга Алим, где у нас продолжают проходить состязания по легкой атлетике. И нас с вами в скором времени ждут забеги на 400 метров среди девушек, юношей, женщин и мужчин. Все у нас идет ровно так же, как и в предыдущих дистанциях. И давайте мы проанонсируем, да, то, что у нас три забега будет на данном этапе в дистанции 400 метров. И у нас есть сейчас возможность огласить состав участниц финала среди женщин в дистанции 100 метров. Лучший результат по итогам двух забегов у нас продемонстрировала представитель Цаленского района Елена Закирка. Она пробежала 100 метров за 13. Нет, лучший показатель-то у нас не у нее, а у Татьяны Зиничевой из Кобяйского улуса. Она пробежала за 12.80. И давайте мы вернемся к этому позже. У нас вторая дорожка Дарья Коваленко из города Якутска. На третьей дорожке у нас побежит Полина Змеевская. Ее номер 350. Она представляет Ленский район. По четвертой дорожке бежит Лильяна Лукина из Чуропчинского улуса. Дорожка освободите! Ну а по пятой дорожке бежит ее землячка Лера Кобелькова, которая представляет также Чуропчинский улус. Ну что ж, давайте наблюдать за тем, что у нас происходит. Как мы уже говорили, что это у нас спринтерская дистанция, самый длинный спринт. И посмотрим, кто как распределит свои силы и уговоры. Да, вы на своих экранах видите, каждая спортсменка бежит по своей дорожке. На общей дорожке они не переходят. 400 метров бегут все по определенной дорожке. И пока сейчас о лидере говорить немножко рановато. Хотя 381 номер. Лера Кобелькова. Да, да. Кажется, да, то, что она бежит впереди. Вот тут прибавляет, да, здорово, Полина. И она как бы очень грамотно для данного забега распределила свои силы на этот забег. И выиграла финальный забег для своего. 14 метров все считаются финальные забеги. У них нету предварительного. По результатам этого уже выводится окончательный результат. У нас есть ли и предыдущие данного вида спорта. Ахадина, несколько перед вами. Ну, забеги распределены таким образом. Те, которые на сборочных соревнованиях занимали с первого по 14 места. В этом первом забеге бежали спортсменки, которые где-то с 11 по 14 места занимали. Сейчас будет второй забег. В числе их будут спортсменки, которые с 7 по 10 место. Хотя в числе спортсменов значится только три фамилии. Да, видимо, у нас одна участница не смогла выйти на этот забег. А сейчас у нас есть возможность еще раз посмотреть, понаблюдать за предыдущим забегом, замедленным действием. Ну, на последних десятках метров здорово включилась Полина Змеевская. И тем самым вот пересекла линию финиша на первой. С чем мы ее поздравляем. И сейчас у нас все готово для начала второго забега. Еще раз давайте отметим отличное выступление Полины Змеевской из Ленского района. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас начинается второй забег. Как мы уже сказали, три участницы будут бороться за лидерство в этом забеге. По второй дорожке у нас бежит элита Смирникова из Щеропчинского улуса. По третьей дорожке Нина Шахова из Кобяйского улуса. И по четвертой дорожке Валерия Васильева из Мигина Конголасского улуса. Итак, стартовал забег. Ну, как вы заметили, первая дорожка свободна. По стадиону, как правило, ну, в последние годы стадион мешает уже девять дорожек. Потому что первая дорожка – это самая рабочая дорожка. В течение многих лет он может немножко подпортиться, потому что бегут и по первой дорожке, и с подругами. Иногда бывает, что они не показывают, что они не показывают скорую. Поэтому прыгает. Стали проводить по второй дорожке. Ну, большие такие стадионы, которые проходят Олимпийские игры, чемпионаты мира, они имеют девять дорожек. То есть первая дорожка – это свободная дорожка. Ну и Валерия Васильева, как мы видим, представитель Заменина Конголасского улуса, идет к первой. Далее у нас Айлита Смирникова. И замыкает у нас этот тройку Нина Шахова. Поздравление принимает Валерия Васильева. Тоже очень хороший забег получился Валерия, с чем ее поздравляем. Ну и у нас победитель будет выявлен... Ну, то есть мы уже говорили о том, что это все финальные забеги. Согласно этим результатам у нас и будет выявлен победитель и призеры. Да, те спортсменки, которые показали на отборочном соревновании в первой из лучших результатов, они будут бежать в третий, в сегодняшнем забеге. Самое сладкое напоследок, да, оставили? Ну, это всегда так. Как мы видим, Усейн Болт на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, он всегда, как бы, гость программы, всегда последним видом показывает именно финальный забег на 100 метров. Ну, это было... К сожалению, он уже перестал выступать, перешел на футбольную арену. Ну, с одной стороны, нам повезло, как бы, мы на эти протяжении много... как бы, последние годы понаблюдали за спортсменом. Итак, третий забег. Первая дорожка Анжелина Мальцева, представительница Неренгринского района. По второй дорожке у нас побежит Инесса Павлова из Верхневилюйского улуса. Инесса Павлова, вторая дорожка, третья дорожка Александра Лаврентьева, Алданский район, четвертая дорожка Юна Марова из Мирненского района, пятая дорожка Милена Белолюбская, Амгинский улус, и шестая дорожка Александра Костина, город Якутск. Внимание! Дается старт. И то, о чем мы говорили, да, вот забег сильнейших по итогам предварительных соревнований, отборочных соревнований. И давайте наблюдать. Разворачивается у нас борьба за лидерство. И сейчас, конечно, тоже наследие готовы. Ну, 308 номер, Лаврентьева Александра, с города Алдана, очень резоначала свой бег, наверное, она, как бы, знает свою скорость и покажет очень хороший результат. Ну, а сейчас, да, она очень хорошо отбежит, Александра Лаврентьева, и сейчас она... Безусловно, финишную тренирую, большинный отрывок. Круто доработать, конечно, не надо. Ну, да, мы, я думаю, в ушами прекрасно видите, каков отрыв. Александра Лаврентьева, представительница Алданского района, финиширует первой. Далее. Мара Лаюна. Да, и у нас... Будет еще возможность разобраться получше в замедленном действии. Ну, а сейчас перед вами Александра Лаврентьева, победительница забега под номером 3. Ну, и в скором времени мы узнаем результаты, и, конечно же, сразу мы их огласим. Ну, а Александра Лаврентьева очень довольна своим выступлением. Ну, и принимает она поздравления, делится впечатлениями и эмоциями от этого забега. И в хорошем настроении. Ну, что ж, три забега позади, и садийская коллегия в скором времени озвучит результаты, и мы узнаем обладателей медалей. Ну, и повтор, повтор, дорогие друзья. Город Алдан, он, как бы, уже идет, как бы, второе дыхание. Раньше спортсминки Алданского района выступали очень здорово. Как бы, в свои школьные годы, я помню, Оксана Стартяк, она всегда выигрывала первенство России, даже они победительницы были. Первенство России по 105-минбегу, 400-100 метров, но в республике она не имела себе равных, много лет выигрывала. К сожалению, в 90-е годы Алдан, как бы, немножко потратил свои позиции, но сейчас уже, как бы, второе дыхание, уже спортсминки, спортсмены Салданского района, города Алдан, показывают уже хорошие результаты и на Дальнем Востоке, и на первенствах России. Да, и у нас сейчас следующий забег. Третья дорожка Максима Файзулин, представитель города Якутска. Он бежит по третьей дорожке. По четвертой дорожке у нас бежит Сокол Соколов из Мегина Конголасского улуса, и по пятой дорожке у нас бежит Алексей Веревкин из Вилюйска, ну, а по второй дорожке у нас бежит Сергей Семенчуков из Нерингринского района. Первый забег, та же дистанция, 400 метров, соревнование среди юношей. Дается старт. Да, старт, финальный забег, дистанция 400 метров. Итак, и видим, как у нас. Ну, здесь тем спортсменам, которые находятся, как бы, сзади, им немножко удобно, наверное, позиция, они следят за теми спортсменами, которые впереди бегут. И на финишной прямой они должны быть, если скорость одинаковая, как бы, на равной позиции. А те, которые внешние дорожки бежит, они никого не вступят, только когда их догоняются, могут пометь. Сокол Соколов и Алексей Веревкин сейчас вот борются за лидерство. Ну, и соперники так же неподалеку. Ну, и сейчас мы видим то, что... Да, Сокол Соколов здорово включился на этом последнем отрезке и финиширует он первым и принимает поздравления. Очень грамотно построил свой бег и тем самым он выиграл свой забег. Возможно, тоже покажет хороший результат. Да, здорово, конечно, Сокол Соколов пробежал дистанцию. Напомним, что здесь у нас нет предварительных забегов. У нас все эти три забега, последующие три забега считаются финальными. Сокол Соколов на ваших телеэкранах. Хотя на крупных соревнованиях проводятся четыре круга. Это предварительные забеги, четверофинальные, полуфинальные забеги и финальные забеги. То есть спортсменам приходится бежать четвергада. Где-то здесь присутствует и выносливость, где-то и скорость. Это надо будет очень хорошо подготовленным. Ну и еще раз в замедленном действии эмоции после финиша Сокола Соколова. Ну, вместе со спортсменами мы продолжаем с волнением ждать результатов. И сейчас у нас начнется второй забег. Так, у нас вот должны были бежать четыре спортсмена, но у нас вот в протоколе отмечено, что Михаил Корнилов и у нас Михаил Корнилов, да, вот представитель Хангаласского Улуса. Корнилов, Хангаласы есть? Не сможет выступить, по крайней мере, так записано в протоколах. Ну, а перед вами это Слава Монастырев, представитель Черопчинского Улуса. Кстати, очень интересно, все три участника будут представлять Черопчинский Улус. Так уж получилось? В одном забеге все три участника Черопчинского Улуса. Перед вами Артем Антипин, также представитель Черопчинского Улуса. Он бежит по четвертой, по пятой дорожке и у нас по шестой дорожке будет бежать Борис Моисеев. Вот он перед вами под номером 325. Этот молодой человек будет бежать по шестой дорожке. Итак, дается у нас приглашает спортсменов на старт. Три представителя Черопчинского Улуса стартуют в этом забеге. И что самое интересно, все одногодки 2002 года рождения. Черопчинский забег. Дается старт данному забегу. Ну и давайте наблюдать кто же в этом противостоянии. Ну они друг друга все хорошо знают, так как с одной командой наверное. Да, и получается соревнуются всегда соревновались всегда по одному возрасту все одногодки. Прекрасно знают у кого какая манера, кто любит придерживаться определенной тактики. Ну и сейчас мы видим то, что Артем Антипин возглавляет этот забег. Далее у нас идет Борис Моисеев и замыкает Слава Монастырев. Ну посмотрим, что у нас изменится на последних метрах. Ну а Артем Антипин продолжает лидировать. Ну а за вторую позицию будет ли борьба на последних метрах. Артем принимает поздравления. Победитель второго забега, в котором участвовали исключительно чурочинские легкоатлеты. Ну и конечно же ребята благодарят друг друга. Ну и Артем Интересно он выступит в других дистанциях. Ну и Артема сейчас остается ждать оглашения официальных результатов. Ну и у нас в скором времени стартует третий забег. Да, забег сильнейших, в числе которых будут наверное победители и призеры спортивных игр, которые проходят в Бомге. Ну в Бомге я помню в 1987 году проходили спартаки Адамантьяры. С того момента прошло очень много лет и вот наконец-то у них появилась возможность и стадион короче построен с интересным покрытием синего цвета, как правило бывает такое коричневого цвета и инфраструктура в Амгинском луше уже луше уже будет намного лучше тренироваться, показывать хорошие результаты не только внутри спортивных концерт на Дальнем Востоке и по России. Итак, на старт приглашаются участники третьего забега, забега спортсменов с лучшими результатами в отборочных соревнованиях и у нас давайте ознакомим. Первая дорожка Семен Черденов Левнинский улус, вторая дорожка Гаврил Бережнев Усилданский улус, третья дорожка Прокопий Павлов Кобяйский улус, четвертая дорожка Гаврил Филиппов Мегин Конгалавский улус, пятая дорожка Артур Румянцев Усилданский улус и шестая дорожка Василий Слепцов Амгинский улус Конечно же собравшаяся публика будет поддерживать спортсмена который у нас бежит по шестой дорожке Давайте постараемся понять да у нас кстати вот Василий Слепцов Да пока лидирует по третьей Павлов Прокопий Кобяйский улус пока лидирует по третьей дорожке право на ваших экранах Прокопий Павлов Близок к победам первым Следуем у нас идет Гаврил Филиппов и на Конгалавского улуса Ну и давайте посмотрим 52 секунды Это хороший результат для юношей наверное стал победить чемпионом игр Мы немножко подождем дадут официальные результаты Да Ну а в этом забеге третьем финишировал Артур Румянцев представитель солданского улуса Ну а Прокопий Павлов принимает поздравления Отлично он пробежал дистанцию и будет ждать вместе со всеми остальными участниками и данного забега и предыдущих забегов будет ждать оглашения результатов Ну что ж и давайте посмотрим на повторе хороший приличный запас И как поступит информация с результатом мы ее конечно же сразу огласим Ну что ж все три забега среди юношей у нас прошли и у нас сейчас соревнования начнут женщины Не раз мы уже говорили о том что в Бамге у нас стоит комфортная такая погода для спортсменов прохладная но и не сильно холодная Это очень актуально на наших соревнованиях особенно для тех кто бежит в длинной дистанции Ну дистанция 400 метров это была излюбленная дистанция Марии Пенигиной она становилась чемпионкой Олимпийских игр 88-го года в южнокорейском городе Сеул тогда они выиграли эстапетный бег 4 по 400 метров с рекордом мира который до сих пор стоит вот 88-го года 31 лет уже стоит этот рекорд чтобы говорят бородатый рекорд давно не побит до сих пор ну и свои лучшие результаты постараются показать спортсменки которые сейчас будут оспаривать лидерство в забегах на 400 метров среди женщин вот мы видим болельщики приходят и с баннерами да не только с хорошим настроением но и вот специально распечатанными баннерами поддержка конечно очень важна итак дорогие друзья по третьей дорожке у нас под 35 номером побежит Саина Пермякова представительница Мегина Конголасского Улуса вот она на ваших телеэкранах готовится занять стартовую позицию если говорить дальше у нас по четвертой по четвертой дорожке у нас стартует представительница Амгинского нет это у нас сейчас перед вами номер 26 Ольга Курчатова из Тампонского Улуса по четвертой дорожке у нас бежит Ия Константинова из Амгинского Улуса и по шестой дорожке у нас побежит Клавдия Сивцева из Усть-Толданского Улуса итак дан старт и сейчас конечно же собравшиеся любители легкой атлетики и спорта в целом будут горячо поддерживать свою Ию Константинова она бежит по четвертой дорожке хозяйка соревнований представительница Амгинского Улуса для дома выступать и ответственно и отрадно дома и болельщики как бы истинно помогают как говорится вот Сардана Трофимова верхний близкий на спорта Кеда Монтяра у себя дома выиграла Наталья Леонтьева бегая на 5000 метров с рекордом республики вдвойне приятно в тройне даже с рекордом и дома замечательно итак у нас Ольга Курчатова возглавляет этот забег как мы видим Ольга Курчатова по 26 номерам она бежит по пятой дорожке сейчас очень будет интересно и борьба на последних метрах нас ждет дорогие друзья и так удержит ли лидерство Ольга Курчатова и хорошо атакует ух ты дорогие друзья пока еще ничего не известно наверное фотофиниш определит победительность этого забега и Константинова здорово отработала на последних метрах и не знаю мне по крайней мере непонятно было кто первый пересек линию финиша я думаю может быть мы сможем сделать какие-то выводы по итогам просмотра вот повтора и конечно же дождемся мы оглашения результатов судей ну а сейчас на ваших телекранах я Константинова прекрасно включилась она в борьбу на последних этих метрах и подарили подарила она вместе вот с Ольгой Курчатовой просто замечательную концовку данного забега да бегать 400 метров это спринтерский самый длинный спринт и на последних буквально вот 35-50 Ольга Курчатова вот тоже от волнения продолжает ждать вот победа в данном забеге будет либо за ней либо же за и Константиновой которую мы видели ранее ну последние годы у нас имеется фотофиниш и уже можем точности сказать кто же выиграл данный забег в общем помогает судьям определить и результаты и кто бы вот бы ну вот повтор с нашей камеры ну однозначно сказать тоже да вот сложно да да ну очень интересно конечно ну да как бы сказали Николай технологии позволяет да вот столь точно определить кто же стал победителем специальное оборудование да в 2000 году вы помните на международных играх Дети Азии Иванова Марьяна на последнем этапе выиграла буквально на финишном створе у китаянки тем самым принесла победу сборной республики сейчас остается второй забег да и скоро мы узнаем вот так же тоже на финише оказался все-таки впервые Е Константинов или Ольга Курчатова ну что ж у нас готов стартовать второй забег тут у нас также четыре участницы по второй дорожке бежит у нас Полина Васильева представительница города Якутска по третьей дорожке Мария Слепсева из Уссалтанского Улуса по четвертой дорожке бежит Нарья Матвеева из Чуропчинского Улуса и по пятой дорожке у нас бежит Юлия Ларионова из Амгинского Улуса и так мы видим прилично да вот стартовало Ларионова Юлия Юлия Ларионова Амгинский Улус пока лидирует в этом забеге очень резво стартовало и посмотрим сейчас как борьбу навяжут ее соперницы следом у нас идет Слепцова Мария у Солданского Улуса и Васильева Полина город на последних метрах Слепцова Мария у Солданского Улуса догоняет да Мария Слепцова выходит вперед опережает на последних метрах соперницу Юлию Ларионову и финиширует у нас Мария Слепцова первая Юлия Ларионова вторая хотя шла она первой да на протяжении практически всей дистанции ну вот на последних метрах очень здорово Мария Слепцова отработала и финишировала первой ну у нас есть результаты Гаврил Филиппов Мэрион Кангалаский и 64-40 четвертое место Артур Курмянсов Гусаканский да у нас есть результаты забегов на 400 метров среди юношей первое место у нас заняло Прокопий Павлов из Кобейского Улуса его результат 52,96 секунды на втором месте Сокол Соколов из Мегина Кангалаского Улуса он пробежал данную дистанцию за 53,87 и у нас бронзовым призером стал Гаврил Филиппов также представитель Мегина Кангалаского Улуса его результат 54,40 секунды таковы результаты соревнований среди юношей на этой дистанции ну и сейчас мы видим борьбу очень яркую борьбу на последних метрах между Марией Слепцовой и Юлией Лареновой но немножко расстроились наверное жители АМГИ которые пришли поболеть за своих спортсменов на последних метрах буквально победа ускользнула но еще раз повторимся у нас это все забеги финальные и результаты останутся в скором времени остался последний третий забег на этой дистанции среди женщин у нас стартует 6 финальный забег такой интересной борьба наверное будет Тартакауна Диана на чемпионате отборочных выиграла этот забег с ней будет бороться четвертакова Екатерина на спортивных играх на выиграла эту дистанцию будет очень интересная борьба также будет оспорить Собакина Квейда на Черкентинске Улус тоже хорошо бегает Григорий Пелаге верхний Улус Итак все готово для старта загрузительного третьего забега на дистанции 400 метров среди женщин по второй дорожке у нас бежит Наталья Сапожникова из Мирнинского района третья дорожка Екатерина Четвертакова Намский Улус четвертая дорожка Диана Тартакынова город Якутск пятая дорожка Екатерина Сотникова Алёкминский Улус шестой шестая дорожка Пелагея Григорьева верхний Вилюйский Улус и по седьмой дорожке у нас бежит Кыдана Собакина Чуровчинский Улус дается старт и давайте наблюдать за ходом состязания в этой дистанции как мы уже говорили в третьем забеге традиционно у нас соревнуются спортсмены с лучшими результатами четвертакова Екатерина Намский Улус пока очень резко начало бег уже как бы приблизилась Диане Тартакыновой это 22 номер справа на ваших экранах уже догнала Диана Тартакынову Диана Тартакыновой похоже на себя на чемпионат вот вот сейчас начинает уже догонять подбивших по внешней дорожке бежит бежит еще вот 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 Катерина Намского Улус очень уверенно сейчас бежит вот короче станет чемпионкой седьмых спортивных фигов игр с приличным запасом очень приличным выдержала из одной минуты где-то 58 с копейками в данном чемпионате республики она не была такой Диана как-то уверенно выиграла сейчас местами поменялись ну и серьезную заявку она сделала на золотую медаль седьмых спортивных игр да тем самым повторила результат результат ну уже пять лет назад в четырнадцатом году на Умсах проходили шестые спортивные игры там она тоже выиграла и сейчас подтвердила свой высокий класс ну что ж действительно очень сильное выступление и все женщины которые участвовали в трех прошедших забегах им остается ждать оглашения результатов как и нам с вами победительцам уже все известно но другие спортсмены которые наверное уже сами знают ну как мы получим информацию мы ее так и сразу озвучим пока что без официальных документов забегать вперед мы не будем ну и давайте еще раз посмотрим на этот забег замедленном действие здорово конечно очень резво стартовала на протяжении всей дистанции удерживала лидерство ну и с приличным запасом финишировала поздравляем ну что ж и у нас соревнования на этой дистанции продолжат мужчины которые да уже вышли на дорожку и в скором времени уже будет дан старт да где явно можно фаворитом назвать Михаил Руфов представляющий верхнерийскую команду он рекордсмен нашей республики 48 45 по-моему сотых имеет на дистанции 400 метров до мастера спорта по-моему чуть-чуть не хватило ему как вы уже догадались дорогие телезрители Мухрил Друсов будет сбежать в третьем забеге 4-й Эль-Ли-Ли-Намский 5-й Ле-Ли-Кликов Амга 1-й 1-й старший Чарапчан как протокол написан в Тракистанции Эль-Ли-Стар стоит 10 метров 99 Ну что ж дорогие друзья давайте пройдемся по списку участников первого забега и очень интересный факт у нас есть Николай Охлопков бежит по третьей дорожке по четвертой дорожке бежит Еремей Ильин Охлопков у нас представляет Усалданский Улус Еремей Ильин Намский Улус и внимание по пятой дорожке у нас бежит Леонид Филиппов из Амгинского Улуса и по шестой дорожке Петр Старостин из Черопчинского Улуса Они недавно на Ивро ДГН участвовали Петр Старостин стал по-моему четвертое место занял или пятый а Леонид Филиппов он третье место занял Вот на ваших экранах Петр Старостин представляющий команду Черопчинского Улуса Но он раньше бегал 400 метров и на Ивро ДГН тоже есть дистанция 400 метров Четверо будет предоставить свою команду защищать Петр Старостин готовится к забегу к забегу среди мужчин Ну действительно да как говорится Да разносторонние спортсмены настоящие многоборцы Да Итак все готовы для начала забега Ахлопков устал Данский третья дорожка Ильин Намский четвертая дорожка Филиппов Амгинский пятая дорожка и шестая дорожка Старостин Черопчинский Улаз Итак мы видим Петр Старостин Петр Старостин на Ивро ДГН выиграл дистанция 400 метров Кто будет сейчас пока ничего неизвестно Давайте наблюдать за тем как у нас проходит соревнование Так у нас Леонид Филиппов у нас отстал от группы связано это как-то с повреждением но разберемся потом но давайте наблюдать за борьбой на последних метрах на нашей дистанции Петр Старостин и Ильин Ильин Пангала стоялось Петр Старостин кажется выиграл у нас картина пропала Ну что ж да тоже очень интересная у нас борьба развернулась на последних метрах Петр Старостин и Ильин заметно оживилась публика Ну что ж мы дождемся результатов и у нас в скором времени у нас начнется второй забег в котором участие у нас принимают также четверо спортсменов да у нас продолжается состязание среди мужчин 400 метров финальные забеги после мужчин у нас ну после вот этой дистанции да у нас начнутся забеги на полторы тысячи метров пойдем по такому же порядку сначала девушки потом юноши потом женщины потом мужчины и после полутора тысяч метров мы вернемся в спринту с забегом на 100 метров и увидим финальные забеги во всех четырех категориях готовятся у нас спортсмены пробежать те же 400 метров второй забег и по традиции да у нас спортсмены с лучшими показателями выступят в третьем забеге 6 спортсмены обижать в третьем забеге участвовать в третьем забеге ну а мы с вами ждем старта второго спортсмены приглашаются на старт итак по третьей дорожке у нас бежит Михаил Канаев из Демского района по пятой дорожке Александр Филиппов из Усьмайского Улуса и по шестой дорожке у нас бежит Василий Сайгутин из Мирненского района итак дан старт этому забегу и очень резво стартовали атлеты и в скором времени мы узнаем кто финиширует первым в рамках второго забега пожалуй нас ждет опять очень интересная борьба на последних метрах и напряженнейшая борьба мне кажется Александр Филиппов Филиппов Василий Сайгутин Василий города мирного третий финальный забег первый забег финальный позади забега 400 метров среди мужчин нас с вами сейчас ждет третий забег который принимает участие спортсмены с лучшими результатами давайте ознакомимся с списком и так у нас по второй и третьей дорожке у нас бегут представители города Якутска Иван Барников и Максим Будищев соответственно по четвертой дорожке у нас бежит Михаил Руфов Верхневилюйский Улус пятая дорожка Василий Филиппов Чуропчинский Улус шестая дорожка Иван Шеркин Амгинский Улус и седьмая дорожка Виктор Аргунов Мигин Амгинский Улус ну и очень тепло поприветствовали собравшиеся зрители Михаила Руфова когда диктор на арене произнес его фамилию у нас сразу оживилась публика ну и вот если вы помните дорогие телезрители мы вот раньше ранее показывали болельщиков которые сидят на трибунах с распечатанными бокатами это конечно же обращение к всем спортсменам сборной команды Верхневилюрского района в том числе и к Михаилу Руфову который будет сейчас бежать по четвертой дорожке очень сильный состав в этом забеге так 400 метров так 400 метров мужчины на чемпионат на чемпионате на чемпионате республики с результатом 50-0-1 выиграл чемпионат республики и сейчас явным фаворитом является этого забега на чемпионат пока на то да и но навязывать ему борьбу его соперники посмотрим что у нас получится на финише большим отрывом уже выигрывает оглядывается смотрит михаил руфов да уверенную победу одержал свиньер нюанса благодарит от своих соперников а ну и порадовался не только политиков верхневенческого но и всех ценителей левкой атлетики, королевы спорта мы, как и спортсмены будем ждать оглашения результатов как у нас будет информация мы ее обязательно озвучим ну что ж, все забеги в дистанции на 400 метров прошли и нас с вами по программе первого соревновательного дня дальше ждут соревнования на дистанции 1500 метров редактор финальной победы на 400 метров третий раз как и на 15 лет назад чемпионкой в мига стала Екатерина Екатерина Крепетакова на 15 луз с результатом 58.2 Второе место Диана Тартакинова Левусь 1.08 Третья Легендина Салькинова 1.2 1.08 9.0 Анна Лупкина 2.0 Переведать Его на ударе Става Анна Лупкина 4.0 Дорогие друзья Мы можем озвучить результаты соревнований Среди женщин В дистанции 400 метров Итак, первое место у нас заняла Екатерина Четвертакова Представительница Намского Улуса Пробежавшая данную дистанцию за 58.2 секунды Секунды Серебро Хозяином серебряной Хозяйкой серебряной медали Становится Диана Тартакинова Представительница сборной команды города Якутска Ее результат 1 минута Практически ровно 1 минута 0.08 Итак, третье место у нас заняла Екатерина Сотникова Из Алекинского Улуса Она пробежала дистанцию за 1 минуту 1 секунду 0.09 Поздравляем Екатерину Четвертакову А также призера Алексея Тартакиновой И Сотниковой Таковы результаты соревнований Беги на 400 метров Среди женщин И, как мы уже говорили Программу 1 соревновательного дня Продолжат забеги На полторы тысячи метров На полторы тысячи метров Начинают также девушки Затем на беговую дорожку выйдут юноши Ну и затем уже женщины и мужчины Также нас с вами ждут еще и финальные забеги На дистанции 100 метров И соревнования по тройным прыжкам Также у нас параллельно продолжаются Еще раз хотелось бы напомнить Всем нашим телезрителям о том, что Сегодня в 20.00 на стадионе Олимп Амга Олимп Остается торжественная церемония открытия Седьмых спортивных игр Народов Республики Саха-Якутия Организаторы подготовили Очень зрелищное событие Ну а сейчас дорогие друзья Мы прерываемся на короткую рекламную паузу Дорогие друзья Мы все еще на стадионе Олимп Где вовсю у нас проходят соревнования по легкой атлетике У нас сейчас дистанция полторы тысячи метров У нас девушки Продолжают бороться за лидерство Сейчас это лучше всего получается у Елены Мутовиной Представительницы Хангаласского Улуса Остается последний круг Елена Мутовина лидирует У нее последние 300 метров осталось На дистанции 1500 метров среди девушек Седьмые спортивные игры Большим отрывом Ну и последний круг Ну и Елена Мутовина Она уже как бы давно Показывает приличные результаты Была На ваших экранах И становится победительницей Седьмых спортивных игр Бомге Принося к Ангаласскому Улусу Очень хорошие очки Стадион приветствует Победительницу Финального забега на 1500 метров Аплодисментами провожает В дурдом одиночестве Елена Мутовина финиширует На дистанции И принимает поздравления Поздравляем ее и мы Ну и мы сами видим Да, каков отрыв Второй финиширует у нас Геннадий Петровый Щероксинского Улуса Третий Да, у нас в соответствии с номерами по протоколу Ну а с большим отрывом конечно Победу одержала Елена Мутовина С чем мы ее поздравляем Присоединиться к Ангаласскому Улусу Полторы тысячи метров На этой дистанции На этой дистанции А среди Девушек Оказалось Лучший Итак Далее нас ждут Соревнования Среди юношей Ну а мы Дождемся всех Участниц данного забега И у нас есть результаты Среди Забегов Итоговые результаты В забегах Среди мужчин на 400 метров Мы Давайте Пользуясь, да Случаем Первое место У нас занял Михаил Руфов Представитель Верхневилюйского Улуса Его результат 50 из 41 С хозяином серебряной медали Стал Иван Шергин Из Амгинского Улуса Его результат 51 из 48 И Второй лидер Замкнул у нас Максим Будищев Представитель города Якутска Пробежал дистанцию За 51,50 секунды Давайте, друзья Сейчас мы Перейдем На Стройные прыжки Соревнования идут Параллельно В специальной зоне Параллельно На Стройные прыжки Стройные прыжки Стройные прыжки Стройные прыжки Готовиться Готовиться к прыжку Красный флаг Попытка не засчитана Стройные прыжки 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 И давайте смотреть Стройные прыжки Ну и параллельно у нас Параллельно у нас Стартовали Забеги Среди юношей Стройные прыжки Параллельно у нас Стройные прыжки Стройные прыжки Стройные прыжки Дорогие друзья, мы снова фокусируем все свое внимание на беговую дорожку. Сейчас у нас юноши продолжают оспаривать лидерство за беги на полторы тысячи метров. У нас финальный забег на этой дистанции. Да, спортсмены бегут три круга и 300 метров по стадиону. Надо по синтатистике и грамоте построить свой бег. Но лидером отборочных соревнованиях первое место занял Соловьев Михаил, представитель Терапчинского улуса. Тогда он бежал с результатом 4 минуты 25,92. Что покажет на этот раз? С ним на равне тогда бежал Трифонов Евгений Кобяйский улус 4 минуты 27,01. И Бочкарой Радомир Кнаумский улус 4,28. Первая тройка. Но лидирует 142-й номер. У Солтанский улус готовится Екатерина Лебедева. Да, у нас в протоколе, кстати. Александр, скорее всего, Олегневский. Ну, пока лидирующая группа в составе много, спортсмена бегут, поэтому определенно пока ничего о нем нельзя сказать. Все как бы сохраняют свои силы на финишный бросок. Тут, конечно, очень важно грамотно распределить свои силы. Ну, и как мы уже сказали, Александр Винокуров продолжает возглавлять, да, вот эту группу лидеров. Ну, все примерно вот одной группой бегут. Да. Ну, у них и отборочных соревнований результаты были близко друг от друга, поэтому идет тактическая борьба. У кого скорость сохранится на последних метрах, тот и выиграет, наверное. Уже вверх уже. В последние группы побежали. Алексей Драгунов в настоящий момент лидирует, представитель Черопчинского улуса. Да, очень плотной толпой бегут сейчас лидеры. Где-то 6-7 бегунов наравне. Остается им где-то меньше 300 метров. Может быть, сейчас вся группа лидеров оторвется. Все, наверное, решится на последние 100 метров. Хотя... Немножко отрывается один из спортсменов. А что будет на финишном створе, пока еще ничего неизвестно. Итак, на трибуне. Решающее мгновение. 359-й Соловьев Михаил. И выигрывает в этой дистанции 352-й Драгунов Алексей. Оба черопчинские спортсмена выиграли. Третьим финишировал Евгений Трифонов. Ну, мощно, да, выступили представители черопчинской команды. Первые два места записали в свой актив. Мы поздравляем Михаила Соловьева и Алексея Драгунова. Ну, черопчинские спортсмены давно уже показывают хорошие, приличные результаты. Там работают тренерами Гаврил Нахтунский в массе спорта по марафонскому бегу. Рекордсмен республики, который имел 2.18.14. Многократный чемпион и призер спортивных игр. Спартакеды народов, сельских спортивных игр. Спартакеды мончары. Очень опытный тренер. Те воспитанники показывают хорошие результаты. Да, очень успешное выступление для черопчинской команды. Поздравляем мы еще раз и Михаила Соловьева, и Алексея Драгунова. Ну, и также поздравляем всех и других участников данного забега. В скором времени мы озвучим результаты. Ну, а соревнования в этой дистанции у нас продолжат женщины. Будет два забега. Первый забег и второй забег, сильнейший забег. Тоже будет очень интересно наблюдать за этим. Здесь будет выступать Макарова Марьянна, та, которая на последних метрах, 105-4 по 400 метров, принесла золотую медаль в 2000 году на международных играх «Дети Азии». Макарова Марьянна. Ну что ж, судьи уже начинают звать, да, вот, участниц. С двух забегов на полторы тысячи метров мы будем ждать их появления на двиговой дорожке. Еще раз напомним, что после полутора тысяч метров, после женщин у нас побегут мужчины на этой же дистанции. И сразу после этого у нас начнутся финальные забеги в дистанции 100 метров. Так что, дорогие друзья, много еще интересного нас с вами ждет. Ну что ж, ждем, продолжаем ждать. Начало. Забега среди женщин с дистанцией полторы тысячи метров. И сегодня еще раз хочу напомнить всем любителям спорта о том, что... Всем нашим телезрителям о том, что сегодня в 8 вечера у нас здесь на стадионе «Амга Олимп» начинается открытие седьмых спортивных игр народов Якутии. Ну а сейчас здесь проходят соревнования по легкой атлетике. И дан в настоящий момент старт забегу на полторы тысячи метров среди женщин. В первом забеге у нас за медали борется... По первой дорожке у нас Ольга Осентизова из Билюйского улуса, Наташа Харабынова из Верхневилюйского улуса, также у нас бежит Айталина Акимова из Татинского улуса, Айталы Трофимова из Намского улуса, Евгения Сергеева из Мигиноконглазского улуса, Надежда Лукина из Черопчинского улуса и Мария Пермякова из Мигиноконглазского улуса. Это первое топот забега. Да, и есть у нас группа лидеров, и у нас возглавляет пока что данный забег Айталина Акимова, и совсем рядышком, совсем рядышком с ней бежит Наташа Харабынова. Айталина Акимова у нас представляет Татинский улус, она 94-го года рождения, а вот соперница, которая находится рядом с ней, Наташа Харабынова, она из Верхневилюйского улуса, спортсменка 98-го года рождения. У нас есть результаты, результаты забега юношей на результаты забега девушек на полторы тысячи метров. Первое место у Елены Мутовиной из Хангаласского улуса, ее результат 5.06.75. Серебряная медаль у Геннай Петровой из Черопчинского улуса, ее результат 5.20.56. И тройку лидеров замкнула у нас Валентина Данилова, представительница Вилюйского улуса с результатом 5.22.11. Ну что ж, мы продолжаем наблюдать за забегом на полторы тысячи метров среди женщин. Больших изменений, да, у нас, конечно, нет. 43-й номер, это порога Наташа. Тройка лидеров возглавляет этот забег. Да, вот, ну, примерно на, не знаю, метров 20 с лишним, это тройка лидеров оторвалась от остальных спортсменок. Вот, продолжают они потихонечку чтобы наращивать данное преимущество. Итак, спортсменки бегут 3 минуты 3 секунды. Им еще остается, когда на финиш сорт подойдут, остается последний круг. Тройка лидеров бегут, как бы, возглавляет Харабанова Наташа, верхняя английская команда. Ну и все, вот, лидеры у нас плотной такой группой, да, бегут. Собужают работать. У нас Ольга Синтизова и Айтолы Трофимова в бедном спорте плюс Наташи Харабыновой. Наташа Харабынова у нас представляет верхний Вилюйский, а улуз Ольга Синтизова представляет Вилюйский улуз. Айтолы Трофимова в беднамский улуз. Ну и вот немножко отстав у нас идет следующая группа, которую возглавляет Надежда Лукина, представительница Черопчинского улуза. Ну, а мы сейчас уже вот вернулись в лидирующей группе. Мы видим тут уже группа распалась. Наталья Харабынова лидирует. И остается где-то чуть больше 200 метров. На последний угол 200 метров может случиться все, что угодно. Это еще пока не победа. Ну и очень интересная сейчас, конечно же, борьба развернется на последних метрах после поворота. Наталья Харабынова против Ольги Синтизовой. Итак, Ольга Синтизова сейчас атакует. и очень интересная у нас саморазвязка ждет. Ну, судя по бегу, да. Да, Наташа Харабынова нашла, да, вот, ну, распределила грамотно запас своих сил и на последних метрах в хорошем темпе она финишировала, удержав тем самым свое преимущество. Наталья Харабынова финиширует первой. И Ольга Синтизова у нас пересекла линию финиша второй. И Айталы Трохимова должна была пересечь линию финиша третьей. Ну, а перед вами Наталья Харабынова представительница верхнего Вилюзького Улуса. Она на ваших глазах стала победителем победителя первого забега. Да, первого забега. Ну, самое интересное будет во втором забеге тут в числе лидеров Макарова Марьянна, Осипова Ирина, Татаринова Алена. Татаринова это Узнаева по девичьей. Она в школьные годы очень хорошо выступала. Ну, и Наталья Харабынова ну, видим, да, то, что довольна спортсменка с моим забегом, в хорошем настроении. Да и в целом на стадионе Олимп царит очень теплая атмосфера. Ну и... Погода уже намного улучшилась, солнце вышло. Ну, спортсменам сегодня повезло. Хорошая погода для бега. Не так жарко было в наумсах. Во время марафонского бега наумсах было очень жарко. Многие спортсмены тогда не финишировали, не кончили в этой дистанции. Итак, дается старт второму забегу на этой дистанции. Женщины у нас продолжают забег сильнейших. Да, спаривать медали на этой дистанции. Забег сильнейших. И давайте пройдемся по списку участниц данного забега сильнейших. Итак, Марьяна Макарова, Черопчинский Улус, Ирина Осипова, город Якутск, Регина Кулагина, Мирненский район, Алена Татаринова, Верхневилюзский Улус, Людмила Лукашевич, Толмпонский Улус, Алена Луковцева, Черопчинский Улус и Надежда Скрябина, Хангалацкий Улус. Да, пока дистанцию возглавляет Осипова, Ирина. Она уже на протяжении многих, ну, тоже был какой-то перерыв, после этого возобновила свой бег и начинает очень успешно выступать. И среди полистейских она выиграла, стала чемпионкой, на дистанции именно между 300 метров. Но за ней следует Макарова Марьянна, очень опытная спортсменка из Черопчинского Улуса. Третья бежит Алена Узнаева-Татаринцева, тоже в школьные годы очень здорово бежала. Она даже выступала на чемпионате мира по горному бегу вверх-вниз, занимала где-то 20-е место из 40-ка участниц, была призеркой первенства России. Кстати, она не знаю, как сейчас, но она наверное является рекордсменкой республики среди девушек на 800 метров. У нее очень сильный результат 2 минуты 12 секунд с копейками было. И у нее финишный бросок тоже очень здоровый. Но она недавно только начала заниматься. Тренируется под руководством Татьяны Юровны Жирковой. Посмотрим пока четверка лидеров. Еще одна воспитанница подопечная Татьяны Жирковой у нас лидирует, до сих пор продолжает она лидировать в этом забеге Ирина Осипова. Она под 38-м номером на ваших телеэкранах лежит первой. Здесь у нас вот группа лидирующая группа в составе четырех человек. Она правда оторвалась не так сильно от остальных спортсменов, но все же вот лидеры на ваших телеэкранах четыре спортсменки. спортсменки пробежали 800 метров, им остается где-то меньше 700 метров. Пока лидирует Осипова Ирина, но у нее и других вариантов нет, скоростные качества у Макары и Мариана немножко больше, поэтому остается только бежать задать хороший быстрый тем по всей дистанции. Только в этом случае у нее есть какие-то шансы на успешное выступление. Но Макарова Марьяна следит за этим всем. Она надеется на свои скоростные данные. Тут же рядом Алена Татаринцева и 31 номер Кулагина Регина Мирный представительница Мирнского района. Тоже очень хороший размашистый такой бег. ожидает ожидает выйти. Последний круг остается спортсменком. Осипа Ирина уже рыжу начала. Макара Марьяна пока контролирует. Немножко отстала где-то 2-3 метра. Алена Татаринцева выходит немножко во вторую позицию. Атакует да активно. И сейчас выходит и на первую позицию. Вот сейчас вот наверное сегодня будет сюрприз. Давайте вот Осипа Ирина приняла вызов. Макара Марьяна тоже начинает атаковать. Приходят лидеры. Но пока еще все лидеры троем бегут одинаково. Человечица на последнее с полметра Марьяна Макарова вышла на путь. Вот на валюш работает Марьяна Макарова. Это видно по выражению ее лица. И сейчас после поворота нужно будет найти себе оставшиеся силы. Татаринцева выходит Осипова Ирина тоже очень интересно. Ирина Осипова атакует тоже. И на последних метрах у нас просто невероятная борьба. дорогие друзья по итогам которой все-таки Ирина Осипова представительница города Якутска финиширует первой Алена Татаринова. пересекла линия второй. Макарова Марьяна была чемпионкой. В этот раз она удостоилась бронганной медали. И третий у нас финишировала Регина. Макарова Марьяна третья финишировала Макарова Марьяна. Первая Осипова Ирина на ваших экранах. Вторая Алена Татаринцева и третья Макарова Марьяна. Поздравляем мы Ирина Осипова. Да, Осипова Ирина очень грамотно в этот раз построила свой бег. С самого начала дала хороший темп. Тем самым она и нашла силу для финишного броска завоевала звание чемпионки седьмых спортивных игр в Анге. Ирина Осипова на ваших телеэкранах представительница команды города Якутска. Ну и конечно же потрясающая у нас развязка получилась. очень острая борьба на последних метрах этой дистанции еще до поворота тоже атаковали друг друга спортсменки. Лидеры менялись и это очень интересно стало. В итоге этой чехарды так назовем Ирина Осипова финишировала первой. Ну и видим свежо выглядит подводка она очень хорошо провела и вот прыгаем и у нас есть дорогие друзья результаты предыдущего забега на полторы тысячи метров также и так у нас первое место занял Михаил Соловьев из Черопчинского Улуса его результат 4.23 78 на втором месте Алексей Драгунов также представляющий команду Черопчинского Улуса его результат 4.24 39 и на третьем месте Евгений Трифонов Кобяйский Улус 4.26 87 и так отдается у нас старт забегу среди мужчин в дистанции полторы тысячи метров тут в первом забеге у нас за лидерство будут бороться Денис Осипов из города Якутска Мирослав Бурнашов из Усть-Алданского Улуса Риворий Елисеев из Черопчинского Улуса Максим Трифонов из Усть-Майского Улуса Эдуард Диаконов из Намского Улуса и Михаил Слюсер из Сунтарского Улуса Пока забег возглавляет Слюсер Михаил Сунтарский Улус под номером 47 Здесь участвует муж Ирины Осиповой это Денис Осипов Пока бежит вторым под номером 41 Но спортсмены пока сейчас в плотной группе бегут Мирослав Бурнашов выходит лидеры Но Дуар Диаконов тоже Первые 300 метров спортсмены пробежали на ваших экранах где-то около 53 секунды прошло Им остается чуть меньше трех кругов Да пока что работа идет вот в такой плотной группе И давайте наблюдать за обходом борьбы в этом забеге Ярослав Бурнашов Денис Осипов вторым 46 номер это Диаконов на Умский Бурнашов Вот тройка лидеров которая конечно и сейчас будет меняться и позже начнется борьба активная борьба пока что относительно спокойная работа у нас идет Да Дениса Осипова надо поддержать почин золотой почин жены Ирины Осиповой и надо показать хорошую результат выиграть хотя бы свой Спортивная или катлетическая семья Они в тренировке они дома везде 24 часа в сутки вместе находятся но Бурнашов Мирослав пока лидирует Да продолжаем Группу Вторым бежит Денис Осипов Ну и далее у нас Эдуард Дьяконов Ну вот немножко группа из трех спортсменов начинает отрываться Да и остается последний круг спортсменам вычет колокольчик Да сигнализирующий о том что у нас да остался последний круг и давайте внимательно наблюдать за тем что будет происходить Пока Бурнашов не стал сохранять лидерство но Осипов Денис атакует и выходит вперед Остается где-то около 200 миров Бурнашов возвращает себе лидирующую позицию Ну вот сейчас конечно Да во время бега менять скорость бега становится очень тяжело это могут только позволить себе очень хорошо тренированные спортсмены и последняя финишная прямой выходит Бурнашов Мирослав уже с заметным отрывом Далее у нас идет Денис Осипов и потом Итак да Мирослав Бурнашов мы видим финиширует Результатом где-то в районе 4 13 4 Бурнашов лидер этого забега победитель Мирослав Бурнашов на ваших телеэкранах Действительно лидер данного забега принимает поздравления от товарищей Ну и у нас есть результаты забега на полторы тысячи метров среди женщин у нас первое место заняла Ирина Осипова с результатом 4 4 40 15 Ирина Осипова напомню представляет команду города Якутска на втором месте Алена Татаринова из-за верхневидюйского улуса ее результат 4 40 85 И на третьем месте соревнование завершила Марьяна Макарова из Черепчинского улуса ее результат 4 44 73 Ну а сейчас мы видим повтор минувшего забега прошедшего забега Вот очень хорошая конечно и острая борьба развернулась за лидирующие позиции между тремя лидирующими спортсменами и в итоге у нас Мирослав Бурнашов стал победителем первого забега Тем временем спортсмены второго забега на дистанции 1500 метров уже начали свой путь В этом забеге очень будет интересная борьба между Максимом Вовчаренко и Линск он возглавляет сейчас в данное время забег Собакин Филипп команда Черепти Темезов Александр Меган Конголас Шетников Роман Ниренгли Алексеев Роман представляющий Ангинский Лус будет бороться сейчас Максим Овчаренко на чемпионате республики он выиграл что будет сейчас за ним следит за вторым идет Роман Алексеев Шетников Роман из города Ниренгли тоже имел перерыв потом возвратился на беговой дорожке и показывает короче результаты в прошлом году он становился чемпионом республики на дистанции 800 метров бегает он и полумарафона у него такой широкий диапазон дистанции сейчас вышел на первую позицию лидирует Роман Шетников успешно он атаковал и занял лидирующую позицию следом идет Роман Алексеев из Амбинского Улуса и на третьей позиции сейчас Максим Овчаренко ну конечно сейчас что это немногое значит да вот кто сейчас первый второй сейчас многое что изменится до главное не быстро начинать главное быстро финишировать да и так две минуты ну у Романа Шетникова тоже есть единственная возможность бежать всю дистанцию предлагая своим соперникам свой темп бега бывает такое что человек даже если хорошо подготовлен но он бежит не по своему темпу иногда наоборот он устает поэтому то что они сделали на тренировках то что они готовили они должны с этим темпом бежать вот я вспоминаю слова Себастьяна Полу нынешнего президента международа федеративной атлетики он говорил я не понимаю тех спортсменов которые имеют слабую скорость на что рассчитывают и ну держатся позади группы они должны с первых метров побежать по своему темпу вот Роман Шетников не дает Максим Овчаренко следует за ним идет на второй позиции Максим Овчаренко попытался атаковать но Мастер спорта России Максим Овчаренко он очень приятный человек очень хорошо рассказывал мне информацию итак последний круг Роман Шетников продолжает лидировать оглядывается назад следит за спортом собаке Филипп на третьей позиции Роман Алексеев выходит на третью позицию Максим Овчаренко побежал да Максим Овчаренко мастер спорта России на данной дистанции очень решительно пошел вперед такой размашистый широкий бег у него вторым идет Роман Алексеев который представляет ангинский луз но Максим Овчаренко уже договорочно выходит лидеры на первую финишную прямую очень уверенно да вот резко прибавил а за второе место бежит тоже очень уверенно Роман Алексеев принося ангинский на луз очень хороший зачет на луз третьим финиширует Роман Тшетников город Неринбли и четвертом с нербинского луза Роман Николай Костиль к сожалению Собакин Филипп не попал в число призеров на чемпионате республики в число убежал вот таков спорт кто хорошо подготовился кто хорошо подводку сделал правильную тот и показал все на что то что показывали они на отборочных соревнованиях чуть больше месяца назад было это чемпионат республики тогда результаты были тогда и чемпионами становились другие но вот ванке кто правильно подводку сделал кто правильно сориентировался те и показали хороший на ваших экранах победитель чемпион седьмых спортивных игр Максим Авчаренко Ленск мастер спорта России поздравляем мы Максима Авчаренко с этим выступлением с этим результатом ну а сейчас режиссер телетрансляции нам предлагает еще раз посмотреть яркие моменты прошедшего забега видели наверное да вот как Фелик Собакин и романщитников как боролись да за позицию ну и действительно немало было борьбы в этом забеге очень интересно получилось и Максим Авчаренко одержал очень красивую и убедительную победу да он начинал свой путь в спорте со второго класса он рассказывал мне дал интервью в четвертом классе его тренер поставил вместе с мужчинами в одном забеге и он бежал тогда я по-моему видел его помню такой маленький паренек бежал вместе с мужчинами в терапте это было проходило соревнования когда прощаюсь да ну что ж дорогие друзья сейчас мы попрощаемся с вами на короткую паузу после которой вернемся и продолжим просмотр соревнований по легкой атлетике будут финальные забеги на 100 метров оставайтесь с нами дорогие друзья мы находимся на стадионе Амга Алим где продолжаются соревнования по легкой атлетике первый соревновательный день у нас продолжится забегами на 100 метров и это дистанция у нас уже переходит финальную часть финальной забеги на 100 метров среди девушек ну и по составу финального забега у нас по первой дорожке побежит Рита Лобановская из Ленского района по второй дорожке Илона Юрченко из Мирненского района по третьей дорожке у нас побежит Ксения Комарова из Ленского района четвертая дорожка Есмира Шабиева город Якутск пятая дорожка Дарья Добрынина город Якутск шестая дорожка Анастасия Колесникова Кобяйский улус седьмая дорожка Даяна Федорова верхний Вилюйский улус и восьмая дорожка Саяна Комарова Вилюйский улус ну что ж сейчас уже все готово для начала Буквально Ожидаемая победа для города Якутска она она уже нескольких лет последних лет очень уверенно выигрывает в своем возрасте ну и очередная победа очередная награда высшего достоинства в ее активе на сей раз золото седьмых спортивных игр народов республики Саха и Якутия ну и давайте посмотрим в замедленном действии на этот забег резво стартовали спортсменки но в респе всех как мы видим оказалось из мира что касается и вот на последних метрах 945 номер это у нас Анастасия Колесникова из Кобяйского улуса да набежала встала второй ну и видим спортсменки делает фотографию на память поздравляем и СМИРу и тренерский штаб сборной команды Якутска с этим успехом ну а сейчас мы давайте уже перейдем к к юношам и так первая дорожка Константин Макаров Чуропчинский улус вторая дорожка Арсен Прокопьев Намский улус 84 номер третья третья дорожка Валентин Жирков Усть-Алтанский улус далее четвертая дорожка Данил Лаврентьев город Якутск пятая дорожка Богдан Назарчук Мирненский район шестая дорожка Виктор Золотов Амгинский улус седьмая дорожка Джулус Тихонов Мегино-Кангалавский улус и восьмая дорожка Данил Федоров Амгинский улус да и по правилам соревнований те которые показали наилучшие результаты они находятся в третьей четвертой пятой дорожке то есть в середине беговой дорожки итак спортсмены спортсмены ждут приглашения на старт и через несколько секунд через малое количество времени мы узнаем 11 секунд небольшим может быть да узнаем кто же станет обладателем золотой медали а кто войдет в число призеров команду хозяев в этом забеге представляет Виктор Золотов он попишет по шестой дорожке внимание дается старт и фальстарт дорогие друзья обидно что в финальном забеге делается фальстарт так и кто же у нас побежал раньше времени по всей видимости да Федор Данил наверное представитель амгинского волоса хотя обидно хотя пока ничего не можем сказать ну да обиднее конечно очень обидно в финале действительно 35 номер да это Виктор Золотов тоже амгинский да кстати да два амгинских спортсмена бегут в этом финале но теперь уже в честь своего улуса принимающего спортивные игры будет один Данил Федоров итак на сей раз все нормально там старт и давайте смотреть дорогие друзья Богдан хорошо ускоряется но этого ух ты падение у нас Богдан да что-то случится спринтерской дистанции очень опасная дистанция задняя мышца бедра в особенности у него как бы профессионально убьется векли на максимальной скорости Данил Лаврентьев на ваших телеэкранах победитель соревнований в забеге на 100 метров очень интересно будет посмотреть на повтор Богдан Назарчук из Миринского района очень получил травму да ускорялся ускорялся но под конец дистанции упал ну и повтор дорогие друзья дается старт ну и вот видим как Данил работает и Богдан хочет начинает начинает с этого вот в итоге Богдан финишировал вторым да наверное пропустит 200 метров все есть тупетный бег не знаем ну надеемся что ничего серьезного серьезных травм спортсмен не получил и надеемся только на хорошее итак финальный забег дорогие друзья та же дистанция 100 метров на беговую дорожку выходят женщины и шестая по номерам шесть по первой дорожке побежит Мария Егорова Верхневилюйский Улус по второй дорожке у нас под пятым номером побежит Елена Лукьянова Мирненский район третья третий номер и третья дорожка Екатерина Стрюкова Черопчинский Улус четвертая дорожка Татьяна Зиничева Кобяйский Улус пятая пятая дорожка по номерам один у нас побежит Татьяна Олешко Амгинский Улус шестая дорожка под номером восемь Елена Закирка Ленский район и седьмая дорожка София Чапуштанова представляющая спортивный союз студентов и по восьмой дорожке побежит Эльвира Мубаракшина Мигинок Ангалаский Улус Да, Эльвира Мубаракшина нету Эльвира не вышла на эту дистанцию как узнаем с чем это связано мы обязательно сообщим и у нас семь спортсменок оспорят медали все внимания на третью дорожку Зиничева Татьяна четвертая дорожка и Олежка Татьяна пятая дорожка и так далее со старт Олежка Татьяна и Зиничева Татьяна Зиничева Татьяна пока идет впереди да очень устрая борьба на последних метрах но как видим Олежка это бывает очень живо да сразу после забега ну и Татьяна Олежка на груди номер один ну и она в итоге еще и поднимется на высшую ступень пьедестала Татьяна Зиничева второй номер как все логично да магия цифр ну вот да конечно на последних метрах Татьяна здорово здорово поработала и вырвала да да вырвала на последних метрах буквально вот в клетках да Татьяна Олежка принимает поздравления поздравляем мы ее поздравляем и Татьяна Зиничевой Зиничевой не хватило малого да амгинский улов в командном итоге будет очень хорошие показатели показывают амгинские спортсмены ну что ж и в этой дистанции у нас остается последний забег он также финальный и оспорят тут медали мужчины они готовятся выйти на беговые дорожки но давайте мы озвучим результаты результаты среди девушек из мира шабиева ее результат 12.82 она заняла первое место на втором месте Анастасия Колесникова из Кобяйского Улуса 13.14 ее результат и бронза у Дарьи Добрынина из Якутска ее результат 13.16 итак у нас по первой дорожке побежит Никита Петров из Мигина Конгласского Улуса вот он на ваших телеэкранах он под седьмым номером во второй дорожке побежит Аял Иванов он представляет команду Билюйского Улуса у него номер один и на третьей дорожке у нас Петр Бабиченко под номером четыре он побежит представляет Черопчинский Улус по четвертой дорожке под третьим номером побежит Валентин Иванов представитель команды Ленского района пятая дорожка шестой номер Михаил Жарин Амгинский Улус на шестой дорожке у нас под пятым номером Дамир Чачу Амеканский Улус на седьмой дорожке Сергей Чунарев он под вторым номером и представляет город Якутск и на восьмой дорожке у нас Петр Филиппов представитель Мигина Конгласского Улуса он побежит под десятым номером и буквально через десять с небольшим секунд мы узнаем кто самый быстрый человек на нашей республике итак особая надежда Амгинского Улуса Михаил Жарин да конечно бежит по пятой дорожке внимание дается старт и друзья давайте на треть на треть и что у нас мне кажется третьим финишировал надо еще разобраться Иванов Валентин очень здорово пробежал скоро мы узнаем нам дадут официальные протоколы да делать выводы пока рано плотенькой группой да пересекли подбежали к линии финиша спортсмены второе место будет посмотреть повтор и постараемся мы разобраться тоже финишировал первым то вторым то третьим но вот сейчас повтор пятый Василь Звездоров Дорога 11 96 Гая и Иванов Валентин да чуть-чуть опередил Бабиченко Петр кажется второе место занял и Михаил Жарин да как бы предварительно но мы дождемся конечно же официальных протоколов ну а что касается кстати протоколов у нас есть результаты забегов финальных среди юношей первое место Данил Лаврентьев город Якутск его результат 11,25 секунды серебряная медаль у Богдана Назарчука представляющего Мирненский район его результат 11,52 и тройку лидеров у нас замкнул и получил бронзовую медаль Валентин Жирнов представитель у Салданского Улуса его результат 11,81 ну а по традиции да у нас очень получились интересные противостояния 100 метровки и дорогие друзья наступило время с вами прощаться но перед тем как уйти да мы мы покажем вам покажем вам подборку самых ярких моментов первого соревновательного дня соревнований по легкой атлетике седьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия мы сегодня увидели интереснейшие забеги дистанции 5000 10 1100 400 1500 метров ну и также мы конечно посмотрели еще и соревнования по тройным прыжкам итак нам принесли протокол забега на 100 метров среди женщин первое место Татьяна Олешко Амгинский Улус ее результат 12,76 секунды на втором месте Татьяна Зиничева представительница Кобяйского Улуса она прибежала с результатом 12,78 и на третьем месте Елена Закирка из Ленского района ее результат 12,97 а мы также еще должны получить и протокол забега среди мужчин ну а дорогие друзья и пользуясь да вот скажем так заминкой давайте проанонсируем что же у нас будет завтра завтра у нас так завтра у нас программа соревнований программа второго соревновательного дня по легкой атлетике откроется в 9 утра у нас стартуют девушки это будут забеги на 200 метров ну и потом начинаем то есть дистанция 200 метров идут девушки юноши женщины затем и мужчины затем соревнования продолжат забеги на 800 метров идем по тому же порядку девушки юноши женщины мужчины далее у нас будет забег на 3000 метров будет также забег на 5000 метров ну и на закуску как говорится да 200 метров финальные забеги ну и прыжков длин прыжки в длину также среди девушек юноши женщин и мужчин завтра работаем в такое же время то есть начинаем в 9 и закончим примерно в такое же время что касается 6 июля 6 июля у нас третий соревновательный день будет марафон дорогие друзья а также эстафета очень интересный соревновательный день как последний так и завтрашний ну и надеюсь что сегодняшний соседательный день вам также понравился да и первый день он принес очень сюрпризы хорошие осипа ирина бери на 1500 метров среди женщин выиграла были и другие моменты максим автаренко выиграл и на 100 метров вот видели как валентин финальный забег на 100 метров ну что ж погода у нас сегодня была очень подходящая да комфортная погода для проведения соревнований таких я думаю спортсменам это конечно и помогло показать ну и хорошо что не слишком холодно да а то и судейскому коллективу и нам да которые работают на поле комбинаторской позиции было бы прохладно ну во всяком случае соревнования получились жаркими ну что ж дорогие друзья мы прононсировали завтрашний соревновательный день еще раз напомню он начинается в 9 утра в 9 утра забегов на 200 метров тоже очень интересная дистанция и дорогие друзья на этом первый соревновательный день по легкой атлетике подходит к концу с вами за ходом соревнований наблюдали мы Явласий Сергеев и Николай Вайкинов занимайтесь спортом друзья и будьте здоровы следите за всем что происходит на седьмых играх народов республики Саха-Якутия на наших телеканалах будьте в курсе и будьте здоровы увидимся завтра увидимся завтра и